Здарова, с первым снегом. Напоминаю, что кому-то из вас я дам машину, которую выиграл у Жекича в контейнерах. Сделаю это у себя в телеграм-канале. Подписывайтесь, скоро все подробности. Если сегодня 26 или 27 октября, то значит день или два назад у меня вышел концерт мой, который называется «Человек с головой собаки». Его можно будет купить на сайте specialcomedy.com за 299 рублей. Покупайте его, пожалуйста, переходите там по ссылке внизу и везде. Они где-то будут, возможно, тут, возможно, внизу, где удобно, но в любом случае вы найдете, если соберетесь это купить. Переходите по ссылке, все очень просто оформляется. Купить можно с любой картой и заграничной, и российской. Стоит это 299 рублей. Почему в этот раз я его продаю? Есть видео на моем канале, можете там посмотреть. Но если коротко, YouTube все чаще ставит палки в колеса, и теперь, когда ты делаешь большие проекты, вроде как концерта, типа пишешь его год, потом монтируешь, кладываешь деньги, а потом выкладываешь, и тебе вместо просмотров дарят желтую монету, и ты с ней потом сидишь. Мне очень прикольно, поэтому теперь за деньги. Я думаю, что это справедливо. Три концерта я выложил бесплатно. Вот четвертый, пожалуйста, купите. Буду рад. Я отобью деньги на съемку, отобью все остальное, и буду жить припеваючи. Да ладно, не оправдывайся, он правда заслуживает, что отобью, отобью, просто ты правда заслуживаешь этого, ты правда этого достоин, ты подарил. Нам, зрителям, очень много классных концертов и эмоций, поэтому переходите, покупайте. Это, как говорится, все, что в описании, купите. Человек с головой собаки называется концерт, а почему он так называется, там, посмотрите, на первых же минутах сразу будет объяснение, почему так называется концерт. Я видел, у тебя Билан был, да. Пиздец, ты, конечно, ушел в ротацию. Разносторонняя личность. Еще Киркоров скоро приедет. И это все, и это будет выходить. Киркоров, наверное, выйдет. Мы записали подкаст с Валерой. Валера, чувака зовут, упоминаний в интернете о нем ноль. Просто, ну, чувачок закончил актерское, писал музыку, схавал грехов и на 4 месяца стал другим человеком. Он сошел с ума. Это просто, ну, мы слушаем, в это невозможно поверить во все то, что он рассказывает. Это какой-то персонаж, какой-то фильм. Мы просто в аху. Мы не знаем, как это монтировать. Не знаю не то, что как это выпускать, мы не знаем, как это монтировать. Чувачок. Где вы его вообще нашли? Сатир познакомил. Вообще, у нас был проект на Клик-Клаке. Дом с подписчиками мы сняли. И он там был. Попал по блату, типа, через Сатира. Говорит, да, сходи туда. Он пришел. Сатир с ним треповал или что? Сатир, откуда его знают? Они познакомились. Они учились в одном университете, да. В этом Новосибирском. И в какой-то момент появился Мани Бло, который резко начал по-другому разговаривать. У него был всегда мешок подарков. Он там подходил, говорил, давай так, значит, ты мне что-то, я тебе подарок. О, это безумие, которое больше всего страшит. Ты знаешь, это вот момент, когда в школе был чувак, который вот вроде как бы физически даже крепкий, но вот сам по себе, ну, духом такой. И его там подр***ли, блядь, пацаны, допустим. И вот были моменты всегда, когда он срывался, и вот это безумие, оно было страшнее любых пиздюлей. Когда он брал стулья, и ты видел, что он, типа, сейчас убьет, и только потом в себя придет. И вот это безумие вообще страшит. Ну, как вообще все время, на самом деле. У меня есть такой подобный пример. И у меня знакомый есть. Ну, сейчас мы не общаемся. Но, короче, он очень долго сидел на, там, ну, вы пикаете, там, затираете. Короче, он сидел на стадах очень долго, ну, на всяких там амфеминовых штуках, ну, на всякой вот такой вот, которая хи***ная. И он всегда был чувак, прикинь, то есть ему вот, мы когда познакомились, мне было, может, лет 19, ему там 23. Он был, у него был какой-то в Якутске Марк 2, там, какой-то там, или что-то. Он ездил на тачке, у него там, условно так, знаешь, чувак с полосподнятым воротником. Он такой был, там, что-то с телками туда-сюда. Да, но он всегда знал, что сказать. Он всегда был такой. И потом после этого он просто, его, ну, то есть я вижу уже его инстаграм, где он такой, всем привет, сегодня мы будем завтракать. Ну, и ты вот, ты когда с ним общаешься, ну, то есть он адекватный, он все помнит. Он тебя, ну, всех узнает. Ты говоришь, бля, Саня, а что такое? И он такой, чё? Я такой, да, ну, это же не ты. Он такой, да ты чё, блин, это я? И ты такой, нет, либо я сошел с ума, либо ты. Я не понимаю, здесь два варианта. Ты чё, он пришел в себя? Нет, я нет. Ну, типа, ну, он так вот, я не знаю, куда-то съебал, что-то там. Типу повезло, он 4 месяца, он через 4 месяца все-таки пришел в себя. Да, он сейчас в депрессии в глубокой находится. Ну, прикинь, какая должна быть серотониновая яма после 4 месяцев вот такого измененного сознания? Ну, это, я думаю, что какой-то ПТСР уже даже. То есть это какой-то мозг уже дал какую-то травматическую реакцию. И сейчас ему будет тяжело, потому что он будет бояться. Знаешь, то есть, возможно, он вообще навсегда бросит любые вещи, которые изменяют сознание, потому что ему будет теперь... Или нет? Нет. Нет? Ну, я бы боялся. Я бы тоже, я бы вообще ни к чему не прикасался. Да, просто ты боишься, что вдруг сейчас вот я выпью пиво, и я опять вот в это состояние хрен его знает, что там моя психика сейчас себе напридумывала. Да, да, это же самая распространенная история типов, которые, знаешь, 10 лет были чистыми после рехаба, и такие, ну, я вообще полностью себя контролирую, выпью пиво. А потом, бац, он снова появляется после героина, типа, в рехабе опять. Таким вещам вообще страшно, сойти с ума же, вот у тебя были подгоны, что ты можешь сойти с ума и не заметить этого? Ну, у меня были подгоны, наверное, насчет вот не то, что сойти с ума. Иногда какие-то вещи, которые мерещатся, они иногда вот тебя подталкивают, а вдруг я безумен, ну, то есть я что-то вижу. Буквально недавно, кстати, я в гостинице лежу, и я просыпаюсь от того, что я слышу, как кто-то сквозь слезы говорит, сука ты. Я не понимаю, то ли мне это в полудреме приснилось, то ли это что-то. Ну, то есть вот, и ты встаешь, и минут 40 колотится сердце, и ты такой, бля, что это такое вообще? У меня позавчера было такое, я что-то после съемки приезжаю домой, думаю, ну, сейчас лягу спать, спокойно выпил мелатонинчика, чтобы точно уснуть, нормально утром проснуться. Ложусь, и я слышу, как здесь в доме на первом этаже то ли кто-то зашел, то ли что, какой-то шум, короче. А ты здесь один живешь? Да. Мне начинает колотиться сердце, я в спальне на втором этаже приоткрываю дверцу и слушаю, думаю, давай, сука. Пизданец. И думаю, что он сейчас с той стороны тоже тихо себя ведет и ждет, когда я подам признаки жизни. Я такой, давай. Ты был готов к бою? Вообще, я думал, пиздец, он же меня убьет, скорее всего. Кто здесь? Никого. Быстро спускаюсь, проверяю, двери закрыты, все закрыто, все нормально, ложусь. Сердце херачит, думаю, все в порядке, может быть, что-то упало, всякое случается. Знаешь, как шугаться, когда у тебя автоматически освежитель воздуха делает? Или, бля, вообще, это отдельная история, у меня там яблони, и ты сидишь, там, типа, ночью у костра, и сзади, пффф, это просто яблоки падают. Я каждый раз подлетал, и я ложусь опять, и опять шумно, и такой, да, блядь. Открываю окно, и это просто ветер шалит. Это ветер шалит, я думал, что я сойду с ума. Ну, в доме я бы тоже, наверное, боялся, то есть, в квартире бывает страшно. Это ты, ну, ты же еще один здесь живешь, ну, хотя одному дом, ты уже не понимаешь, сколько здесь, три тоже? Два. Два? Да, вообще, очень комфортно, не знаю, я недавно пару дней, три ночи поночевал в городе, мне было очень больно, неприятно спать, очень шумно, мне не нравится воздух, я прям так привык к загородной жизни, что вообще не хочу в город возвращаться. Ну, я вот пока что, видимо, еще не в той фазе, то есть, 3-4 дня кайфануть дома, я бы, ну, вот я для этого и купил дачу, да, это круто, но я, на самом деле, настолько много лет прожил за городом, условно, не то, что за городом, а вообще за городами, что я такой, нет, то есть, понимаешь, то есть, я, что я, что жена моя, она такая, ну, мы такие, давай, чем ближе к центру, типа, ну, мы так себя комфортно чувствуем, когда мы выходим, и в пешей что-то доступности. А, давай я заберу. Спасибо большое. О, а можно у меня американский? Кофе по-американски, пожалуйста. Очень... Сахар. Сахар уже летит сюда, а знаешь, что еще летит? Летят самолеты. Блядь. К чему я? Авиасейлс, это сервис для покупки дешевых авиабилетов. Спасибо вам. А мы настолько далеко улетели до новых обсуждений, что могли бы улететь подешевле через Авиасейлс. Я смотрю, когда ты бросил пить, ты вообще ушел в тираж просто, пиздец, тебе надо остановиться. Да-да-да, я уйду сейчас. Я недавно... Не потому что тебя много, а я недавно смотрю, и вы... То есть, я помню тебя еще, когда я в Якутске жил, когда вы, ну, с твоих всех хитов, с Ником Черниковым, там, вот это все. Вот мы смеялись. А сейчас я смотрю сториз, последний ты выкладывал, где ты на красной дорожке, как, блядь, я не знаю, Алексей Воробьев. Такой, я такой, блядь, что с тобой стало? Нахуй тебе это надо вообще? Блядь, ну это весело. Но иногда я просто не понимаю... Ты выиграл там хоть что-нибудь? Нет, я еще и обосрался, нахуй. Да, я еще и выиграл. Я еще и обосрался. Ну, дали дресс-код, меня надели, я такой, ну, давайте попробуем, хорошо. Но справедливости ради скажу, что... Это дресс-код был такой? Да. А что был за дресс-код? Какой-то там суперсеребряный, что-то это. Но справедливости ради скажу, что каждое интервью, которое мне подходило, я говорил, вот я попробовал, мне очень некомфортно. Мне безумно было некомфортно в этом находиться, как бы. Когда я примерял это все, я такой, ну, прикол, типа, класс. И как будто, знаешь, теряется грань между тем, что ты угораешь и действительно превращаешься вот в этого супер-глянцевого типа, который, блядь, из катушек съехал. Я попробовал, мне не понравилось. Вот это самое, мне кажется, небезопасное, ну, точнее, неприятное, когда ты превращаешься просто... Понял, как это называется? Деятель светской хроники. То есть ты как бы... Вот есть много персонажей в российском шоу-бизнесе, про которых трудно сказать, что он делает. Вот что делает этот человек. Почему? То есть кроме того, что он ходит куда-то, чего-то там говорит и ходит вот на все эти тусовки. Таких много, ребят. И ты смотришь, они вот еще тоже как бы... Ну, в плане одежды у меня, кстати, не было претензий. Ты всегда, по-моему, так одевался. Ну, временами. То есть если бы меня бросают, то я хочу просто в черной футболке ходить, потому что мне надоело так. А потом мне хочется выражаться через такую одежду. Ну, когда-то ты придешь к чему-то. Ну, ты всегда ярко выглядел. Ну, тебе на самом деле как будто бы... Вот кому-кому тебе как будто бы ограничено в такой одежде. Потому что ты сам... У тебя яркая внешность достаточно. Кому еще? То есть условно, если я такое надену, ну, будет странновато. То есть оно будет не прикольно. Оно будет скорее типа странновато. Я слушаю, я даже начинал, когда вот то время, про которое ты говоришь, мы там спокойно уже в третьем, в четвертом клипе в платьях танцевали или еще что-то такое. Не, это же, ну, я имею в виду не ироничная одежда, понял? А которую ты такой... Ты одел такой, бля, мне кажется, это стильно. Ну, ты со стилистами же, по-моему, еще работаешь? Да, да. А тебе разве не... Это не лишает тебя вот этой игры, когда ты подбираешь себе одежду сам? А я подбираю себе одежду сам. Просто на какие-то мероприятия еще со стилистами я это делаю. Потому что, знаешь, когда я же в сумасшедшем потоке работы, я говорю, я хочу вот такой стиль одежды, могу скинуть референсов. Мне просто привезут это домой, и я буду выбирать. Это очень удобно, очень удобно. Ну, это звучит как очень буржуйско, но, типа, удобно без сомнения. Вообще пиздец. А, и типа, то есть они тебе привозят одежду, то есть они откуда-то привозят, ты ее оплачиваешь, и они то, что ты не подошло, возвращают в магазин. Да, да. Ебать. Сегодня прям привозят мне несколько таких... Хорошо, тогда скажи, где ты спрятал рабов в этой комнате, где они прячутся, чтобы не смещать. И это, опять же, про уровень комфорта, типа, я со стилистами работаю в других странах. Я ищу себе какого-то стилиста, там, условно, в Грузии я был, нахожу местного стилиста, и этот человек просто сопровождает меня по магазинам. И это удобнее. У меня там день на магазе, и меня водят по тем местам, в которые я бы не зашел, которые в немолов находятся. Да, вот информативность, да, потому что зачастую, если тебе нужно какой-то иностранный шоппинг, ты зачастую пойдешь вообще в супер попсовые места, а вот эти прикольные эти, ты никогда их не найдешь. Опять же, это про то, что у меня есть возможность соприкасаться с лучшими типами в этой вот культуре их, и обмениваться опытом еще, потому что я не просто кукла, одевайте на меня все, что хотите, у меня еще есть возможность с ними обмениваться опытом и чуть больше шарить. Ну да, концепт-стори, это, да, интересная штука. Потому что я вот бывал, вот ты знаешь, что в регионах России очень много, ну, немного, ладно, но есть, вот в Казани есть, допустим, я последний раз был, у них есть магазин Outpac, и студия Слово, она сейчас открылась еще в Питере, они филиал открыли. Такие очень концептуально выверенные магазы, то есть они не берут там хайповые вещи и продают задорого там с наценкой, а они вот берут что-то, что вот выбивается у них из их концепта, как они считают, они это не покупают. Вот условно, у них висит CP Company, а Stonic не висит, потому что владелец считает, что Stonic не вписывается в их концепцию. Прикольно. А вот CP Company, он почему-то там где-то, ну, то есть, опять же, исходя из истории бренда, хотя, если я не ошибаюсь, Stone Island, это, по-моему, вообще была коллекция CP Company, потом переросла... Они для меня в одной вселенной находятся. Потом переросла в отдельный бренд, если я не ошибаюсь, по-моему, так, потому что там технологичность материала, что там, что там приварилируют, и, по-моему, лекало тоже очень похоже. А что у тебя на толстовке написано? Акне. Акне Стадис? Студия. Это популярный бренд. Это стокгольмский бренд популярный, да. Это чуваки из Стокгольма, они, у них абсолютно... То есть, очень трудно сказать, что я поклонник конкретного, допустим, бренда. Ну, не конкретно я, а вот есть человек, да, потому что я смотрю, что они делают. Они выпускают, допустим, коллекцию вот таких вот свитшотов и худи базовых абсолютно, а следующее, они выпустят какую-то марлю в дырку, нахуй, и ты такой, это что такое? Я думал, вы такие, а они такие, нет, и они каждый раз разные. Я был в Сингапуре, у них, они мне нравились, что я купил у них вот пару там каких-то вещей, и в Сингапуре, я смотрю, у них стационарный магазин, и я захожу, и там все полная хуйня, ну, то есть, ну, не полная хуйня, а суперэкстравагантная, просто супер, там, условно, вот такие рукава, блядь, что-то все рваное, где-то фольга торчит, и я такой, блин, а где вот эти, я что-то другую какую-то хуйню купил, или опаль какую-то купил, почему, типа, я купил просто серые худи, а это что за хуйня? И мне там объяснили в магазине, типа, нет, у нас просто разные есть все. Типа, у нас есть такое, есть такое, типа, вам вот, такое у нас в стационарных магазинах не продается, это вы там в концепт-сторах где-то найдете, а вот у нас в стационарных магазинах здесь вот это все вот, фольговое вот это все. Я в свое время был фанатом Суприм, просто потому, что они выпускают все на планете, то есть вот теперь мы выпускаем шлем, а теперь мяч. Это их фишка, типа, делать, вот они каждый раз дропают что-то, вот типа спичек там, вот у них там есть йо-йо, там всякое такое. Палочки для суши, я видел, да. Ну, вообще, это же скейтерские, по-моему, бренды. Ну, первоначально вроде, да. Если уж говорить про смешные скейтерские бренды, есть такая скейтерская команда, Писька Крю называется. И они делают свишоты, очень свишные, а, не лонгсливы, у меня есть, с мистером Кредо, с Шифутинским и Михаилом Кругом, просто вообще балдеж. Я нашел, такое ношу вообще с удовольствием, там, это еще так стилизовано, там есть мистер Кредо, такой в очках, на фоне красных каких-то цветов, просто хуена. Я представил, да, хуена, блин, они, интересно, они же вряд ли согласовывают это с мистером Кредо. Да, точно нет, но я думаю, что мистер Кредо как бы еще, ему надо постараться. Ты слышал вообще новость про мистера Кредо однажды, я читал, не знаю, это. Я вообще его поклонник, потому что его судили за то, что он на полной громкости слушал свои песни у себя дома. Я вообще поклонник мистера Кредо, потому что я абсолютно не понимаю, как это в голове подружилось, все. Все, ты знаешь, что у него есть песня, я не знаю вообще в интернете это можно, у него есть песня, посвященная Саддаму Хусейну. И там вот такие строчки, Саддам Хусейн, привет Саддам, привет бродягам и ворам. Я вообще не понимаю, при чем здесь это вообще. Саддам Хусейн был тоталитарный диктатор, при чем здесь бродяги и ворам. Но мистер Кредо тоже выглядит как диктатор. Да-да. Но при чем как этот, знаешь, фактурный, как баронкоиновский диктатор, вот он как будто писался с мистера Кредо в том числе. Он вообще поклонник, у него есть некоторые песни, такие вот приятные вот именно звучанием, но вот ты вслушаешься и такой, что это такое, я вообще не понимаю, что это такое. Надо послушать, потому что я вот там, где его песни, две-три самые популярные песни про Долину и сегодня в белом танце. Я вообще думаю, что нужно сделать сборник, короче, чисто, знаешь, такой на диске, с этого вот как Romantic Collection, только вот из нашего детства, потому что там есть десяток песен, вот этих, знаешь, типа «В объятиях ночи» и «Звезды сияния», вот это вот потом там «Почему же, почему же» вот этих вот людей, которые написали абсолютные хиты, ну, всероссийские, и абсолютно исчезнувшие никуда. «Курит не меньше, чем Винстон, пьет не меньше, чем Хольстон». Кто эти люди? Кто они все? Вот эти все, ну, дороже золота, естественно, в этот «Бэнгер», который вот эти вот ребята написали. Потом что-то там еще было. А, вот это, типа, «Прости, мы не можем быть вместе». Вот это. Телефонный разговор. Да, 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 да. «Не проси ты меня, я не могу». Вот это вот. Их десяток, наверное, таких песен, если не больше. И все эти люди, я их не знаю в лицо, но это хиты были. Вот это музыка, которая тогда распространялась как раз-таки на этих сборниках, типа, 100 главных хитов. Да, так там еще, прикинь, зачастую эти хиты подписывали... Другими именами. Да, как будто это, ну, какие-то популярные артисты. Я как-то тогда солиста Люмина доебался за песню «Мы не ангелы, парень, нет, мы не ангелы». Оказалось, это не Люмин вообще, он такой, это не наша песня. Она везде подписана, как Люмин. Я такой, ой, я люблю вашу песню «Нет, мы не ангелы», он такой, это не наша песня. Одна из самых популярных песен. А я понял, что я песню Люмин, и настоящую не знаю больше ни одной такой, ладно. Одна из самых популярных песен Лок Дога, не его песня. Да, да, кстати, какая? «Секс и виски». Да, Кокорий Ривский, точно, точно, это же тоже не он, бля, какой прикол. Еще из кринжовых песен всегда вспоминаю Серегу и премьер-министр, где очень красивый припев «После дома твоего». И он там просто, блядь, я помню, когда проходил, когда проходил, и он прям орет, как будто еще зарежет ее нахуй. Я сочиню тебе этот гангстер-рэп! Да, причем непонятно, почему это гангстер-рэп. Ну, тогда никто не разбирался вообще. Тогда никто не разбирался вообще. Блин, это, конечно, интересно. Вообще, мне нравится Серегина то время, когда он был с Стимом, когда они были, я рэп и другого не рэпа нет. Вообще, я где-то вспоминал с кем-то, я не помню, но когда-то, я помню, Стим, вот они делали тусовку «Агробрусь», и у них был лонг-микс из кучи, там полчаса, по-моему, эта песня шла, и там куча талантливых типов записали свои кусочки. И я помню, я ее в школе слушал, но я не знаю, кто из них в итоге стал популярный наверняка. Там, по-моему, даже был Ликей с канала «Топ-5, дай-пять». Очень может быть. Да, по-моему, он, как он, МС Клава, по-моему, у него был МС Клава, и потом у него был проект «Коза», потом «Топ-5, дай-пять», а сейчас он известен как вот этот «Я внебрачный сын тайской шляхи». Знаешь, «Ап-ап-вот». «Ап-вот». Блин, я, к сожалению, вот я очень мало знаю, что сейчас, и очень неплохо знаю, что было тогда, потому что мне сейчас даже вот, что сатир мне тоже говорит, приезжай, сегодня мы снимаемся, там, у нас будет там какое-то шоу, вот снимаются такие ребята. Я говорю, это кто? Он говорит, это суперзвезды, там, из «Твича». Я, блядь, приходится мне гуглить, блядь, чтобы, ну, потому что я настолько, то есть я вроде, не потому что я принципиально их не смотрю, а просто, ну, как-то не попадается, я не знаю, что-то, видимо, я как-то свой пузырь себе создал, и вот в нем живу. Ну, это, на самом деле, многие стендап-комики этим грешат, что мы живем вот только вот в индустрии своей, и нам кажется, что ничего вокруг нету важнее, и вот иногда тебе кажется, что все люди в мире смотрят стендап, все. Иногда тебе так кажется, что ты же его смотришь, но тебе кажется, что все люди смотрят стендап. Многие люди такие, я вообще не ебу, вот, шует такое. Я такой, блин, странно, я думал, все. На самом деле, я тоже все реже знаю каких-то супермолодых звезд, до меня только неделю назад дошли такие типы, как Кай Энджел и Найн Майс, типа, это вот сейчас супер, вот, да. Кто-то из Лос-Анджелеса, я понимаю. А это супермодные типы из России, которые делают современный рэп. И я помню 10 лет назад, когда делал успешную группу, думал, блин, я всегда буду шарить в том, что появляется в интернете, потому, а как можно не шарить, в смысле? Она же появляется, правильно, я же шарю. А потом тебе, типа, под тридцатку лет такой, что вы там, молодежь, слушайте, это мне непонятно. Ой, мне кажется, дело в другом. Ну, понятно, это одно дело, извини, что... Я вообще этого не видел. Я вот, знаешь, что думаю, что здесь вот какой момент, здесь очень важный такой момент, нужно для себя отследить на этом этапе, как я для себя определил это. Ты можешь это как бы не понимать, какие-то вещи, или, допустим, не слушать, но я все равно считаю, что все, что вот новое, новая школа рэпа, то, что появляется и так далее, то, что вот, то, что новая школа, которая уже считается старой, сейчас уже супер новая. Я считаю, что это все равно круто, это вообще, это круто, что вот самое хуевое, что ты можешь сделать в своей голове, это отрицать это. Я просто смотрел на некоторых людей, которые вот в индустрии или рэпа, или просто вот чего-то, которые такие, бля, это полная хуйня, потому что это хуйня, и это хуйня, потому что это хуйня. И ты такой, ну это так, вот эти вот, знаешь, когда такое круто, это вот как вот наши деды читали, и это вот притягивание за уши, или точнее вот оттуда, вот этого своего бэкграунда, такой, мне же было круто, когда я играл в баскетбол и носил широкие штаны, почему вы сейчас не такие? Ну типа, это выглядит не очень уже. Типа, самое хуевое, что есть вообще вот в этом случае, это отрицать чужой талант. Ты можешь не любить человека, тебе может не нравиться его творчество, но отрицать его талант, это будет глупо. И я имею в виду талант, когда ты понимаешь, что это талант, потому что так же я еще не понимаю, когда люди говорят, допустим, про каких-нибудь звезд, которые нихуя по сути не делают, и тебе потом говорят, ну заработай столько денег, сколько он, тогда потом будешь пиздеть. Нет, заработать может, блядь, кто угодно денег, мы уже это выяснили. Кто угодно, на чем угодно, пожалуйста, Блиновская, может заработать на отчаянии людей, да, вот, пожалуйста. Кто там еще, я не знаю, сейчас уже были примеры в голове, ну много ребят, которые там, ты такой, блядь, что это такое? Но вот это тут уже надо важно разграничивать, ты понимаешь, то есть талант это или не талант, или это просто инфа, чтобы быть в инфополе. Вот что я больше всего не люблю, я не люблю в людях, именно в медийных, когда им похуй что делать, лишь бы оставаться в струе, понимаешь? Вот это мне больше всего, то есть твич, блядь, значит твич, рэп, значит рэп, не знаю, стендап, значит стендап. Вот когда я помню, что стендапом вообще, когда-то, когда он только начал, кто, по-моему, экстрасенсы даже ездили со стендап программой. Блогеры делали стендап. Ну блогеры, это понятно, но я тебе говорю, что вот, представляешь, по-моему, я слышал, что кто-то из битв экстрасенсов, типа, были афиши со своей стендап программой. Да разъеб, я бы сходил. Не, я бы тоже с удовольствием сходил, но я имею в виду, что это же просто желание остаться в струе. У меня был такой период в жизни, я прогорел, типа, я обосрался, когда я думал, так, ну надо, надо, надо быть везде, чтобы о себе напомнить. Это в итоге неорганично выглядело очень. То есть да, я, типа, набрал аудитории в ТикТоке, но сейчас я смотрю такой, блядь, ну я реально пытался следить за трендами. Мне это реально нравилось в моменте. Но смотрится это вот сейчас мне, ну кринжевато. Когда тебе это нравилось, ты же, ты это делал сквозь то, что, типа, бля, мне надо это делать, потому что это тренд. Не, было интересно. Сначала надо было делать, а потом, когда я увидел там фидбэк, мне стало это интересно. Ну вот мне кажется, что вот это главный момент. То есть я не смогу ничего сделать такого, что я буду делать только ради того, чтобы где-то оказаться, чтобы что-то получить. Я это просто не смогу, мне это не получится. Либо получится, но очень плохо. Но, скорее всего, я даже не стану этого делать. Здесь вот очень важный момент именно твоего эмоционального нахождения в данный период. Если ты в этом периоде чувствовал себя гармонично, то я не думаю, что это была ошибка. Гармонично, но сейчас как-то, ну, сейчас я бы не стал так делать. Да, тут еще, опять же, очень важный момент, внутренний фильтр. С Твичом. Я прекрасно понимаю, что Твич суперкрутая тема, что он нужен. Это вообще лучшая площадка для сближения с аудиторией. Я люблю прямые эфиры, но я не хочу. Я неорганично себя там чувствую. Я там пару раз попробовал еще до того, как Твич прям суперстрельнул. Ну, это не мое, потому что этому надо уделять слишком много времени. А у меня есть другие вещи, которые мне больше нравятся. Я бы хотел быть на Твиче. Ну, как гость, например. Как гость, пожалуйста. Заниматься этим. Это еще эмоционально тяжело. Я помню, на карантине стримил на Ютубе, не в Твиче, на Ютубе. Я стримил, наверное, раз в пять или шесть. Я помню, что после каждого стрима у меня было четкое ощущение, как будто бы я... Вот у меня было такое ощущение усталости, как будто бы я... Ты хочешь еще что-то добавить? Бля, может, не надо? Я сейчас горю, нахуй, здесь сижу. Первый человек, который в этом признался, а не просто сидел, смотрел, такой вот, блядь. Знал бы вообще, да, приехал бы в сеточки, в свои любимые. Так вот, я себя чувствовал в ощущении, что вот такое у меня было состояние именно усталости, как будто, знаешь, я пьяный, вот я пьяный, и мы вот вышли на улицу после бара вообще, три часа ночи, и кто-то такой, а побежали до дома бегом, нахуй. И я вот, знаешь, когда ты пьяный, сделал физическую активность, и у тебя же руки потом трясутся, потому что там, блядь, такие перепады, и вот у меня после твича почему-то было... Ой, после прямых эфиров вот такое было ощущение, потому что, ну, видимо, я по неопытности еще хотел каждую паузу заполнить, чтобы не было молчания, и, видимо, я сильно вот туда прям такой. Ну, конечно, конечно, это очень сильно отбирает силы. Я когда смотрю, как пацаны стримят, там, из хозяев, например, ну, это, это, наверное, искусство в мире стримов. Ну, типа, это прям крутой контент, подготовленный, когда они там заморачиваются, какие-то горки выстраивают, какие-то штуки с машинами делают. Это реально запарная штука. Просто так залететь, привет, сегодня я буду отвечать на вопросы, но так не хочется. Ну, так делают, так делают. Я, ну, то есть, я, ну, то есть, в любом случае, то есть, так, так делаю, и блоги до сих пор такие есть. То есть, вот эти, сегодня я вам расскажу, там, что мы там купили, что мы там это самое. Ну, блядь, тоже как бы... Подкаст, самая вообще комфортная для меня среда, реально, подкаст. Я здесь могу делать все, что я и в блогах мог делать, и любую информацию доносить там. А я бросил, знаешь, у меня же был подкаст. Я же вообще в самом начале, я бросил подкасты, когда я понял, что я, мне это больше не приносит какой-то интереса, удовольствие, я бросил и перестал ходить на подкасты. Вот я сейчас активизировался и хожу везде, потому что мне нужно прорекламировать свой концерт, но потом к этому вернемся. А так, я понял, что с подкастами мне почему-то... Я, а, ну, наверное, потому что я в свое время просто переходил на них, понимаешь? То есть, я помню, когда подкасты появились у стендап-комиков, мы... Это еще продолжается, просто все вот так по кругу друг к другу ходили. Я помню, что, типа, я ходил везде, и в какой-то момент я понял, что я все, ну, то есть, я кончился. Мне уже неинтересно ходить на подкасты. Да у Бухарова раз пять, наверное, был, да? Не, не пять, раза три. Раза три точно, да. Раза три у Вовы был, да, я был еще там на других снайперских подкастах. К Славе успел сходить? К Славе Комиссаренко я первый был в Славе Комиссаренко, я открыл его канал. Вот, а так, да, ну, то есть, здесь еще в зависимости какой подкаст. То есть, я, вот, допустим, у Давида Квахаджелидзе есть подкаст, где он пиздят про стендап. Вот, я могу, точнее, ну, это из-за того, что это все, что меня окружает, вся моя жизнь, типа, я могу про это часами говорить, особенно, если это какие-то внутряки. Я недавно понял вообще, что я вообще не способен жить вне этого контекста. То есть, у меня, когда выходные, я понял, что у меня, когда в туре выходные, если это город, где есть стендап-клуб, я иду в стендап-клуб, потому что я больше ничего не знаю, что мне делать, ничего, грубо говоря, и не получаю удовольствия. То есть, я начинаю отдыхать, когда я выхожу на сцену в клубе и не рассказываю свою основную программу, а что-то новое катаю, я тогда начну, вот, я реально отдыхаю. Вот, я реально в Москве мой любимый вид отдыха – это два-три раза в день ходить на проверочный концерт, какие-то open mic'и. Я вот так отдыхаю, я не знаю, то есть, я люблю вот такую пассивную историю, либо вот так вот, либо там ходить куда-то там, мы с женой ходим, там, в магазин куда-то, или там какое-то кафе там, я не знаю, с собаку куда-то отвезти там, или с ребенком где-то время провести. Но именно вот конкретно эстетическое удовольствие я вот получаю, когда вот хожу. Мне очень нравится перемещаться, знаешь, то есть, я как будто до сих пор не могу наесться этой Москвой, то есть, мне очень нравится прийти на микрофон, выступить, и потом куда-то ехать, и я вот так провожу вечер. Очень сложно в конце вечера не выпить, кстати Потому что думаешь, я столько сегодня сделал, надо выпить Расславиться А что ты вообще на ютубе смотришь? Вот ты говоришь Сендап Нет, на сендап я не смотрю, кстати Может, у тебя есть какие-то там, не знаю На сендап я смотрю с точки зрения уже именно рабочей Ну, то есть я смотрю, то есть я держу руку на пульсе условно Я смотрю, что выходит там Смотрю, что выходит у ребят здесь То есть я всегда смотрю То есть отмечаю для себя какие-то моменты Что вот тут так делают, тут так делают А так на ютубе для развлечения, что я смотрю? Раньше я смотрел контент поп ММА Сейчас перестал уже смотреть Но раньше я следил прям Что там, кто там, кого там И как они там дерутся Сейчас я смотрю Так, смотрю, что интересно Мне нравится Так, ну это все Мне нравится черный кабинет Это вот есть такой канал, знаете? Я слышал, но так и не посмотрел Он человек, который ведет этот канал Отучился, по-моему, если не ошибаюсь То ли в Америке, то ли где На режиссера Очень хорошо разбирается в кино Очень хорошо разбирается в подсмыслах этого кино И не только кино, еще там аниме он разбирает Мне очень нравится Еще мне нравится правое полушарие интроверта Там вообще есть Я купил у них подписку на лекции Много я, кстати, смотрю Про одежду и обувь Потому что мне это нравится Я стараюсь Ну, со своей колокольни То есть не прям какой-то хай-фэшн Но именно то, что меня интересует Какой сегмент Я стараюсь смотреть Что там, где выходит И по стриту больше? Ну, наверное, больше да Наверное, больше да Даже если это какая-то классика То это скорее Ну, это скорее тоже приближено К такому больше расслабленному стилю Ну, плюс ко всему Я коллекционирую уже кроссовки И поэтому вот смотрю Что там где выходит Какие там Там же постоянно какие-то дизайны Вот интересно мне смотреть Именно про дизайнеров Вот что они там вкладывают Там и так далее Вот недавно смотрел про Историю про Есть такой турецкий бренд Лес Банджамин, знаешь? Да Бенджамин Ну, там большой турецкий Стритвир бренд Вот я про них смотрел Чего они там куда-чего Вкладывали и зачем Вот с российскими ребятами Тоже стараюсь там Как-то Общаться Тебе нравятся российские? Да, у меня много У меня сейчас много Появляются вообще Они таланты Они появляются Они и были Мне кажется, как только Поуходили бренды из России Ну, типа Стало Акцент сместился на русские бренды И реально очень много Ред Семтембр сейчас Последний Да, да, они очень клевые Ред Семтембр У меня несколько курточек Блин, я даже не помню Название брендов Но у меня прямо Курточки И штанишки И всякие вот эти Карго До хера всего Ну вот, то есть Последнее то, что я посмотрел Ред Семтембр У них материал хороший И крой хороший И, ну, он такой То есть Не То есть сейчас я все равно Говорив про базу А, ну если говорить про Мастмаркет, наверное, российский То сейчас, конечно Появился определенный лидер Это я четко для себя понял Сначала я очень скептически К ним относился Но потом я понял, что это точно Лидер Среди всего Российского Мастмаркета Базового Это Лайм Лайм, ага Это все У них очень классный футбол Я вчера Я сначала с ними работал А делал им рекламу Но сейчас я говорю Даже уже не потому Что они мне заплатили Я вчера был у них в магазине Это реально Ну Из всего того, что может предложить Сегмент Это То есть Да Понятно, почему там Выше, чем было в Юникло Ну, очевидно Разные масштабы Но если мы говорим Про российскую замену Юникло Just Closes То это вообще, блядь Ну, ни в какие ворота Абсолютно У меня вот Все белые футболки От них, наверное Они прям приятненькие Лайм? Да Причем у них есть белые футболки Разных материалов То есть Есть поплотнее Поменьше Есть вот этот вот Материал Элризм Который Юникло Использовали Своей Линейки Типа продуваемая Очень хорошо Ну, такая, да Она еще и не ошибнется Вообще Классная Классная штука Я на Ютубе подсел Кстати На Музыкальные разные каналы Они резко Как будто очень много Прикольных каналов О, Брокин Дэнс Брокин Дэнс Брокин Дэнс Тихое место Классный канал Вот это я посмотрю Да, еще парочку Я потом, наверное, скину тебе Прям очень интересно Они все делают Похожий контент С историей Какой-то группы Или что-то еще И это прям Супер увлекательно Супер интересно Вот последнее Вот мы сегодня обсуждали Про Роллинг Ой Роллинг Стоунс Про Ред Ход Чили Пепперс По-моему мы обсуждали Смотрели ролик Там про то Как у типов Очень много лет Ничего не получалось И В какой Они торчали все жестко Потом перестали торчать Заново собрали группу И Там очень Даже забавно То, что У них получилось Стрельнуть Потому что у них был Достаточно Посредственный вокалист Им пришлось брать Бэк-вокалиста Который пиздатые Бэки сделал За счет этого Треки начали стрелять Плюс самые популярные Гитарные рифы Гитарист написал Когда уже От наркоты У него так хуево Было с руками Что он не мог Как раньше Вот так играть И ему приходилось Очень аккуратно Как-то играть Кривенько И за счет этого Появились Всякие Калифорникейшн И всякие Такие штуки И это очень круто Вот такие всякие Я очень люблю Познавательные видосики На 15-20 минут Как раз У меня Очень плавающее Внимание Его вообще нет Ну Часовой ролик Посмотреть очень тяжело 20 минут Максимум Прям идеально История русской культуры На канале Интроверт Тоже обалденная За 20 минут История русской культуры Просто Я как не напиваюсь Если у меня гости Я всем включаю это видео Просто Мне очень нравится Как оно сделано И там очень доходчиво Все объясняется Вот там От Там Экспрессионисты Там и так далее Вот это все Там все очень много Информации У меня был Сериал Который я всегда Включал Всем Кто ко мне в гости Приходит Когда мы напивались Офис? Нет Он называется Пипиду В русской Азвучке Писька Ду Это самая Странная хуйня Которая я видел Короче Мне поставили На проектор Этот Кинопап Приложение Бля Мне тоже надо И я захожу В раздел Они вынудили Они вынудили нас Они вынудили Ну да Что поделать Я захожу В раздел Эротика Думаю Сейчас включу Что-нибудь На всю стену Другая Включаю Там какой-то Мультик Думаю Что за хуйня Какая-то дичь Включаю Это Познавательный Мультик Там не знаю Про Про месячные Про простату У них подача Очень детская Но при этом То что они там Говорят и делают Такая грязь Такая жуть В первой серии По-моему Писька Едет Встречает Корольчиху Говорит Почему вы Такая грустная Такая Кто-то украл Все овощи Мы найдем Его У него была Белая шерсть А рядом стоит Ее муж Вот так И у него Из жопы Начинают Вылетать Эти ебаные Овощи Появляются У них там есть Мадам Киска Такая Сисястая кошка Которая Объясняет Что как Работает И начинает Рассказывать Про симуляцию Простаты Про то Что это Типа нравится Мужикам И все так Мило заканчивается Почему ты мне не сказал Мы бы вместе Типа трогали бы Твой анус Блин Это просто шикарно Я так и не определил Для себя Это познавательно Или больше грязно Это познавательно Грязно Это на грани Страшно У них Это российский мультфиль? Нет Это по-моему Голландская история Союз мультфиль Я просто В 90-х помню Что-то такое Это в детстве Это я вот Реально Настоятельно Рекомендую Вообще всем Посмотреть Там серия По 4 минуты Типа И вот они все грязные И есть одна Где вначале Предупреждают Если вы впечатлительная Или беременная женщина Лучше Это не смотрите Там такой Про октоберфест Серия Супер крутая Я просто Обожаю Вот такие вещи Знаешь Где соединяется Не то что Нельзя соединить Детский познавательный Мультфильм Вот такой Я не думаю Что он познавательный Детский Я думаю Что это какой-то Угар Детский Ну знаешь Как у словного Ильича был Гафи Гаф Там же Сеттинг Детские передачи Но про Всякие взрослые штуки Рассказывают Коррупция Еще Еще Что-то Вот здесь Та же Самая Но это Вообще Даже Happy Three Friends Милый Мультик По сравнению С этим Как грязь Я так и не понял Ты рекомендуешь Да Очень сильно Очень сильно Я помню Это странное ощущение Когда я ребенком Показывал Какому-то взрослому Папиному Другу Смотрите Happy Three Friends Он сначала Смотрит скептически А потом Когда начинается мясо Он просто В голос Ржать Как просто Как демон Я думаю Все Заебись Со вкусом У меня Нормальные Типы Оценили Есть любимый район В Москве Да Я думаю Да Мне очень нравятся Чистые пруды Я собственно Поэтому там Сейчас и обитаю И Мне очень нравится ЦСКА Потому что Мне очень нравится Мой любимый парк Одинское поле Напротив авиапарка Я последние годы Жил Вообще Все время Сколько я живу В Москве После Питера Я жил На Динамо И на 905-го года Вот 905-го года Очень нравится Такой тихий центр Все близко Я еще жил Знаешь Сначала в пятиэтажном доме Потом в трехэтажном доме И было ощущение Что я вроде в городе А вроде не в городе Мне тоже очень нравится 905-го Кстати Вот Пресня Вообще хороший район Я вот тут тоже Рассматриваю его Чтобы там Остановиться навсегда Я вообще на самом деле Вот я вообще Москву Очень сильно люблю Вот очень сильно Вот ты хочешь веришь Хочешь нет Но я помню Короче мы когда переезжали Вот детально даже Помню как это Я помню мы переехали Вот с женой Вдвоем У нас было два чемодана И коробка с мультиваркой Которую мы в кредит взяли Еще в Якутске когда были И мы переехали Вот с двумя чемоданами Коробкой мультиварки И я вот помню Что Эту мультиварку еще Кстати Она упала с ленты И мы ее там ждали Уже все ушли А мы ждали И потом походили Разбирались где она Ее кто-то там пнули Блять грузчики Ее потом нам доставали отдельно Эту мультиварку нам выносили Вообще в итоге менты Потому что она Закатилась туда Где гражданских не должно быть Там могут быть только Сотрудники полиции И сотрудники безопасности Она куда-то туда закатилась И ее потом Вот мы там стояли Все какие мы там Стояли часа полтора Мы такие Где наша мультиварка Они ее Нам их так заебали Что они ее нашли нам А мы ее выносили И Я вот помню Мы вышли Я вышел с этой блять Бедовой мультиваркой С чемоданом И я вышел По-моему То ли в Домодедово То ли во Внуково Я не помню Я четким ощущением Я понял Что я вернулся домой Как будто Хотя я никогда там Не жил в Москве Никогда То есть у меня было ощущение Что я вернулся домой И Ну это не первый естественно Мой раз был приезд в Москву Но все равно То есть я такой Вот я понял Что у нас нет обратного билета И я такой Наконец-то Сколько я скитался Потому что К сожалению Я себя никогда не чувствовал В своей тарелке Там где я жил Сначала я жил там В депутатском 17 лет Ну там понятно Как бы это немножко Было маскировано Потому что школа Первая влюбленность И так далее Все равно Какими-то такими вещами Забивается голова Но опять же Повторюсь Каких-то теплых Ностальгических ощущений Вот бы мне вернуться В детство Вот бы мне вернуться Таких нету Ну опять же Не из людей Которые обладают Таким локальным патриотизмом То есть Если я Мне там Я был там несчастлив Это сто процентов И Ты в сравнении понимаешь Или еще тогда Еще тогда я понимал Я всегда понимал Что я там несчастлив Я И вот сколько я прожил В Якутске Я тоже не был счастлив Там Никогда Вообще Я то есть Я все время Я все время Хотел уехать Но вот когда уехал Я такой Вот мы сразу Настолько комфортно Я себя здесь почувствовал Что настолько У меня даже Друзья там говорили Типа Нахуй тебе туда ехать Ты там будешь делать Со своим стендапом Там таких куча Там и так далее И так далее Ну было много Но я Вот это вообще Даже никогда не сомневался Что я приехал Мы Вот это квартиры И все такое Мы через два дня Сняли квартиру Через два дня В Жулебино Мы сняли квартиру Маленькую Вот прожили там Три года У меня там Или два У меня там дочка В школу пошла В первый класс в Жулебино Мы жили вот втроем В однушке Вообще Сейчас вспоминаем Просто С упоением Эти дни Потому что я помню Как мы ходили Еще телевизор Брать в кредит Блять Потому что там Нам надо было Телевизор И что-то такое Потом Как я макбук Себе брал в кредит Потому что решил Там чем-то заниматься Что-то там Я тогда еще Не понимал Что макбук Для монтажа Не может быть С названием Air В те годы Да Сейчас уже можно Раз это макбук Значит Значит он должен Ну короче Вот такое Там я же записывал Свои первые подкасты Вот это на кухне Я все делал И вот это я вспоминаю Вот с упоением А всю свою жизнь До 22 лет Вообще Ни одного Воспоминания Нет у меня Чтобы я такой Вот бы такой Повторить такое ощущение Вообще все это было Плюс ко всему там Было три года Моей Три или Наверное Года Моей жизни Были В абсолютном мраке То есть там Когда я уже думал Что все Вот я и пришел К тому На что меня указывали Всегда Мои учителя Вот ты загнешься Сопьешься Там Снаркоманишься И так далее И вот я вот Три года моей жизни Братикали таким образом Что я вот Просыпался там Условно Поту там Через полтора часа После того как лег спать Потому что спать не могу Я такой Ну походу Блять Я знаешь что я вспоминаю Я лежу Короче мы снимали квартиру С корешем Он лежит Пьяный Спит Мы оба были пьяны А я лежу Вот я встал Ну ты знаешь Такое состояние Я же не буду его проговаривать Когда ты лег спать С трудом Уснул Проснулся через полтора часа И понимаешь Что ну Не получится тебе обмануть Систему Система работает Как она должна работать Тебе очень плохо Тебе очень страшно Ты понимаешь Что это яма Ты понимаешь Что ближайшие твои 18-20 часов Пройдут таким образом Если ты не Еще раз не упоришься Условно И я вот помню И ты сидишь там А какие нужно Пол там Четвертого утра Там был такой телевизор Небольшой И он был такой срябь Он был Там насколько был Выгоренный кинескоп Потому что он был зеленый Там все было зеленое И я вот так Сидел в такой темноте Слушал как Сопит мой пьяный кореш И я смотрел Comedy Battle И я вот смотрел Вот это И там люди нарядные В красных штанах Понял Они там Что-то блять В синих майках Что-то там Вот мы дуэт такие А это я Стендапер Бибришвили Там Или кто-то еще И я смотрю И они все нарядные Этот Павел Воля Там танцует Там пока Вот эта глянцевость И я сижу Вот в этом А я сижу на дне Буквально В своих ощущениях Просто я оттуда Вот так смотрю Вот туда И там они все Вот я как в яме А они вот там Играют И я такой Я хотел бы с вами Поиграть Ну и вот в итоге Каким-то образом Получилось Из этой Всего Ну Я тоже так описал Трагично Я так описал Пока ты рассказывал Ты знаешь У меня В голове Это так мрачно Выглядит Играет телек У тебя в голове Это все Каким-то эхом Отражается Да-да Но там Вот это Там еще Такая музыка Пам-пам-пам Тун А ты сидишь Такой Да-а-а Это все давит Это меня немножко Все равно Это меня в чувство приводило А там еще была Прикольная деталь Что Каким-то образом То ли мой кореш То ли кто-то Короче у нас была кошка У нас вдвоем С ним была кошка Каким-то образом Мы два длоба Один такой Другой Сякой У нас почему-то Была кошка И она окатилась Там было пять котят Которые она родила Мы естественно Их ну Не смогли Не утопить Ничего У нас бы рука Не поднялась И мы такие Ну все Теперь это будет с нами И я помню Что эта квартира Еще была полностью Пропитана мочой И говном Бля И вот такое было И я помню Что они были маленькие котята И слава богу Я помню Что когда Какие-то были периоды Когда я пришел в себя Они еще были маленькие То есть они прям Были с рождения То есть еще С глазами закрытыми Там были То есть Потом они когда Глаза открыли Они еще были маленькие И наверное За недели полторы Я всех раздал Вот Я прям Я такой Я прям Я заебал всех Вообще Пожалуйста Заберите Что я такой Бэда Я просто Не проснул Ну я не смогу Вообще Как Я вот Когда слушаю Что бабушки Дедушки Они так Проще Они такие Ну вот Грех Я не могу Вообще Мне страшно Это Не сразу Кстати Ко мне пришло Я очень долго Был хладнокровный К животным Очень долго Что у нас В деревне К животным Относились Как К животным Животное Блядь Это Одинокло Отсюда Вот такой Знаешь Это вот Это любовь К животным Когда Это кот Одинокло Отсюда Барсик Ебаный Сука Ты Вот это Вот Ты такой Не понимаешь Зачем Вы его Вообще Завели Вот Мне Интересно Узнать Вот Эта точка Где Просто На дне Чоп Произошло Вот Когда Щелкнул Ты подумал Ну нахуй Ну это Я точно Помню Мне просто Сталось Я такой Достаточно Впечатлительный Человек Сам по себе И если Что-то Со мной Происходит Особенно Какие-то Резкие Эмоциональные Такие Штуки То есть Мне гораздо Проще Знаешь Самоуничтожиться Когда Эмоциональный Мой фон Достаточно Ровный Ну то есть Условно Если вот Я могу Спиться Если это Будет Эмоционально Без качель То есть Я просыпаюсь Выпиваю То есть Но если Что-то Произойдет Допустим Со мной В этот момент Эмоционально Или со здоровьем И я резко Испугаюсь Из-за этого Вот это Будет толчком То есть Если Я могу С точки А в точку Б Прийти Вот так Пьяным Ровно Я скорее всего Так и приду И поэтому Я просто Помню Что я Испугался Сильно То есть Я сначала Начал падать В обморок Сначала Один раз Упал В обморок Потом Я начал Потом второй раз А потом Я понял Что это происходит Несколько раз В день То есть Я начинаю Падать В обморок Туда-сюда У меня Потом Что-то там Кровь из носа Какая-то Сюда Руки трясутся Все Постоянно руки Ноги холодные И так далее Было такое состояние И это вот Синдром отмены Естественно Был Когда я Начал падать В обморок Естественно Я все Побросал Сразу И естественно Синдром отмены Влупил такой Что я вообще Слава богу Я еще был Очень молод Я там вообще Ну Если бы В 30 Это я бы Ну точно Пошел самостоятельно А тут я как бы Самостоятельно Ну я еще Пошел сразу К врачу Сначала я Пошел просто К терапевту Ну объяснить Что происходит Что я Падаю в обморок Он там померил давление Взял анализ крови И так далее Потом там Такой хороший мужик Был взрослый Он такой Он мне сказал Сам будешь Задаваться Или Еще По это самое Ну По вопросам Тебе позадаю Ну я сразу понял Что он имеет ввиду Я такой Ну да Он я Говорю так 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 И так Он такой Ну надо тогда Вот полежать Я такой Да вообще не вопрос Он такой Ты молод Типа не переживай Все в порядке Типа очень быстро И я там Если честно Полежал Там по моему Неделю полторы Может быть И все Они меня там Это я вышел Ну просто У меня какие-то Капельницы ставили Такое То есть у меня даже Ну про психотерапию Тогда вообще Никакой речи не было Типа детокс просто Там и детокс был И витамин У меня еще Обострил То есть болячки Которые у меня спали Обострились Спали внутри То есть у меня Дерматит вылез Какой-то пятнами Все Ебло пошло И тело То есть вот это еще Дополнительно лечили Потом Там были С кровью Какие-то истории Что вот Все Вот они У них были Все подозрения Они постоянно Брали у меня анализы Потому что У меня Кровь пойдет То быстро остановится То не останавливается Нихуя И у них было Подозрение На вот эту Историю На плохую свертываемость Но потом В итоге Ее исключили Вот они Вот это лечили Ну и вот Да И какие-то витамины И так далее Я там выспался Я четко помню Как я проснулся Я такого Я такого Яркого Осознанного Желания Не испытывал Никогда Наверное Знаешь Когда ты просыпаешься И ты точно Понимаешь Что конкретно Ты хочешь Я помню Я просыпаюсь И я четко Понимаю Почему-то Я сильно Хочу твикс Сильно Прям Вот именно Твикс Я Знаешь Ты перебираешь В голове Типа Может быть Вот это И ты такой Нет Ничего Вот Ничего Никаких аналогов Не может быть Я хочу Только твикс Пиздея Я хуй Знаю Почему так Но вот Я четко проснулся И такой Щебек Бля Два Вообще Сразу Съел Два Подряд Я до сих пор Не помню Такое осознание Знаешь Когда ты Сейчас особенно В рестнике сидишь Такой Бля Что я хочу А тут-то Прям он Материализовался У меня Вот этот твикс Я так Представил Еще Ну некому А у меня Телефон забрали Еще Ну чтобы я там Видимо Не съебался Или что Я такой Бля Кому же Кого же попросить Я помню Короче гуляю У нас там А там был Получается Такой стационар И наверху По-моему Была хирургия По-моему Да Потому что я ходил Курить на лестничную клетку Там можно было курить И я Это самое Выхожу на эту Лестничную клетку И там стоит Мой знакомый Который приехал Туда с ножевым И он уже Перебинтованный Тоже куриц Стоит Я ему говорю Бля У тебя есть телефон Попроси Чтоб той Твикс Привез Я ебать Я ебать Сейчас все деньги Мира отдам Все которые у меня Остались Ну он в итоге Позвонил Но не в этот день А на следующий Привезли Ну вот это я Помню Что такое Знаешь Я не знаю Что это за ощущение Но я просто Я почему Я вспомнил Что оно было Очень яркое То есть очень яркое Не знаю С чем это Связано Могу понять Прекрасно Каждое утро Просыпаюсь Твикс Хочу Не Знаешь Охуенно Проснуться Осознанность Клевая тема Вот после Каких-то Бесконечных Пьянок Я понимаю Что я наверное Всех заебал Об этом рассказывать Просто я Ну я не помнился Отрезвым Вообще Несколько лет Я много лет Всегда был Либо бухой Либо накуренный Либо еще что-нибудь Просто подряд Либо Либо с утра Либо под вечер Каждый день На протяжении Нескольких лет Я помню Как я удивлялся Когда я типа Два дня Не пил ничего Либо не Два дня Нахуй Клевый год Клево начал год Блядь Сколько ты уже не пьешь Пять месяцев Ну это вообще круто И я думаю Что ты вообще уже Навряд ли вернешься Не-не-не Нельзя так говорить Ну Ладно Я понял В том плане Это даже не психологическая штука Просто я понимаю Что когда-нибудь Я бы хотел там Побухивать Но просто я Знаю эту динамику Короче У меня так С ракой было Запойный короче Да Ну Я просто Смотри У меня так было Во-первых с алкоголем Когда я такой Все Я научился Ты выпиваешь Раз в недельку Такой Ну заебись В целом Даже раз в две недели Потом раз в неделю Потом два раза в неделю Потом три И у тебя динамика Просто вот Там начинается Геометрическая прогрессия И вот ты уже опять Каждый день Не важно По чуть-чуть или нет Но каждый день С ракой У меня тоже самое было Когда я такой Типа Ну Я же Ну Не скушусь Это давно пройденный этап Я знаю Что это меня приведет В ад Я не буду И тут опять начинается Эта геометрическая прогрессия Ко мне все зависимости Блядь Вот так липнут Я недавно бросил курить Я опять нахуй начал курить Просто На съемках Что-то Кто-то Аж кудишку курит Такой Блядь Дай мне одну Что-то я перенервничал Вот я не заметил Как я опять Блядь Вот в никотиновых пластырях хожу Ну типа Я супераддиктивный человек Ну я понимаю на самом деле О чем ты говоришь Потому что у меня с алкашкой Такая же история Благо что я не подвержен Никаким другим зависимостям То есть И мне абсолютно ревнодушен К тропе Допустим Ну и с другими вещами Я тоже как-то сильно Вот видишь испугался И больше к этому не приходил Ну с алкашкой у меня подобная история То есть я сейчас Почему так с уважением Отношусь ко всем людям Которые держат Такую большую паузу Потому что я сейчас Как раз на этапе Когда я такой Блядь 9 дней я не пил Вот это да Отмечайся кстати Очень помогает Когда ты видишь Перед глазами Ну то есть У меня были моменты Когда я вот-вот думал Ну можно Ладно Сейчас бухну Потом я смотрю У меня 120 дней Думаю И что завтра Это превратится в ноль Оу И это пи Это вот такая мелочь Просто галочку В конце дня Там в тик-тике Какой-нибудь поставить Но это так Помогает вообще Я просто И каждый день Эта цифра увеличивается Сейчас я такой Блин скоро 200 будет 200 клево Блин клево Потом 365 Раз еб Да да Год закроешь Ну я вот я понимаю Но просто смотри Видишь как бы У тебя У тебя была проблема В том что ты Просыпался И сразу же Начинал бухать Да было Вот это была Ключевая проблема По которой ты такой Стоп Ключевая нет Но такое было Вот В Дубае мы жили Типа что-то полтора месяца Я так Я просыпался У меня все болело Я полз До холодильника Обнаруживал Что я долбоеб Не положил туда пиво Делал Клал его в морозилку Ложился на полчаса Доставал Пил И в этот момент Я начинал жить Типа Либо Это были моменты Когда-то я просыпаюсь С сильного похмелья И такой Не бухать сегодня не буду Но надо Сейчас чтобы попустила Типа такие штуки Но у меня скорее Знаешь на каком этапе Я скорее на этапе Я очень люблю Вот это трезвое утро Мне нравится Я всегда вообще Просыпаюсь Когда трезвый Ну вот перед Не пил Ты такой вообще Отличное утро Скороход начинается После пяти вечера Просто Я вот не могу понять Вот если я Не занят Я с пяти до десяти Обще не могу Блядь Вообще Знаешь В десять Уже становится проще Ты такой Сейчас одиннадцать Двенадцать Сразу можно спать Уже ложиться Но вот с пяти до десяти Ты такой Блядь Чем бы заткнуть Это вообще Потому что Как же круто Ты если начинаешь выпивать То и к одиннадцати Ты такой Я спать То есть Но у меня еще У тебя была проблема Что в щи Да уходил Бывало Не часто Наверное Но бывало Ну вот я редко Когда в сопли Просто То есть Вот в этом и проблема моя Что это методично Немного Но блядь Постоянно Ну и это оправдание Ну я же не нахерачиваюсь Во-во-во-во Да Просто Это всегда было Знаешь Либо Это могло Быть бокалом Иногда Изредка Но как правило Это была бутылка Это мог бы быть Коктейльчик Но это уже Бутылка текила Типа Нет Сто процент С вином у меня всегда Я даже уже перестал себя обманывать Я такой Типа Я открываю бутылку У нас там Холодильник Вот это для вина Я открываю бутылку Мне жена говорит Типа Это самое Сейчас типа Не допьешь Типа Это самое Ну там Его же нельзя там Открытым хранить Там какое-то время Я говорю Типа Да ничего Типа С ним не будет Ну с намеком на то Что я его не допью Блядь Я должен был сказать Не переживай Не пропадет Это Ну у меня уже был период Когда пиво и вино Это просто Ну Как колы попить Знаешь Типа просто Ну я же не бухаю Я винчика попью У меня на каждой съемке Раньше рядом стоял Стаканчик с бухлом Я на каждой съемке Наебенивался И казалось Что это дает мне энергии больше Что я смешнее становлюсь А потом я смотрю Там какой-нибудь Не знаю Сезон кажется Нащупал Где Я на реакциях Сижу там Несколько дней И под вечер Видно Как я уже Вот так У меня глаз нет Все темно Энергия придавила Да Вообще на самом деле В этом же тоже Большая такая история Что я очень долго Ты знаешь Я наверное Вообще сколько я выступаю Я наверное Только может быть Год назад пришел К такой истории Когда я четко осознал Что трезвым Я выступаю гораздо лучше То есть я раньше тоже У меня в гримёрке Всегда есть бухло Всегда Ты же был по-моему У меня в гримёрке В это На Бали Не заходил ты? Не-не-не-не Мы с тобой только там На следующем Ну короче Там всегда есть бухло И я вот Сейчас вот Не пью Перед выступлением вообще То есть я И оно просто скорее Оно стоит Его никто никогда Не забирает Ну зачем Типа если вы едете Там две недели Куда ты блять С этими ящиками Нахуй поедешь Ну оно стоит Как бы А после выступления Как бы можно уже И спать лечь Мы когда начинали серию И Лохина И Лохина И Лохина Да Да Ноздрей Я вообще удивился Когда он у тебя появился Я помню Знаешь Это наверное Один из самых популярных В твоих выпусках Да наверное Ну это наш Магнум Ну вот Я просто помню Я давно знаю Андрея И я помню Короче как-то мне Андрей пишет Здорово Серёга Приезжай там Завтра Туда-то Туда-то Там Мы будем Там Там будет тусовка Мы будем С Моргеном Там клип снимать И я в этот момент понимаю Что Андрею пизда Я такой Всё Он сошёл с ума Ну Я вообще не мог представить Что Ну Андрей Во-первых Я не знал Что Андрей вообще рэпер У меня не было Такого представления А тут Я понимаю Ну то есть Это всё Понимаешь Ты знал Андрея Вот как человека Который занимается тем Чем он тебе рассказал И тут он такой Я с Моргенштерном Клип записываю Ну это звучит Как всё Сумасшествие Типа Подъезжай здесь Илон Маск Нахуй Мы все тусуемся Ну вот так Это звучит Я такой Бля Зачем звоните Санитаром Вообще Ну оказалось Реально Потом ты смотришь Бля Мэджик Мэн Бля Это какой-то Я такой Что это такое Как это произошло Разносторонняя личность Оказалась Блин Не круто Он определён Шоу Мэн Да-да Определён Шоу Мэн Мы думаем Сделать шоу с ним Вы поторопитесь Он так часто Стал об этом рассказывать Что Можете не успеть Ну ждём его Он вроде Порешал какие-то Свои проблемы Должен приехать в Москву Построим вечеринку Да Для тебя вообще Вечеринки Сейчас Ну ты научился уже Да Суваться Да Я хожу Для меня Знаешь Это больше уже Конечно история Коммуникаций Но я спокойно Там могу Несколько часов На вечеринке Пробыть Единственное Ещё Я перестал с девушками Знакомиться И не знаю В чём дело Либо я стал избирательней Либо Мне стало впадло Из-за работы Либо я Может Стесняюсь Либо всё вместе Ну я думаю Что это совокупность Во-первых А во-вторых Когда ты трезвый А девушки В твоём окружении Особенно на таких Тусовках Допустим Знаешь Которых Вот я у вас был Там было разного рода Девушки Разные Молодые В том числе Которые с тобой Знакомятся Допустим Они же ещё Когда выпьёт Они вообще Ну то есть Они такие Я просто веселюсь И ты как бы такой Да я это видел Десять лет назад Только не в такой атмосфере Где ты на флаконе Чуть победнее Но в целом Поведение Ты понимаешь И ты уже такой То есть пьяный бы Ты может это не заметил А трезвый Ты такой Ну Блядь С этим мириться Я не готов Пару часов подряд Знаешь Она прям Допустим Она прям кринжует Стоит То есть пьяный Ты такой Бля Подруга А трезвый Ты такой Чёрт Чёрт Мы в этой ситуации Чёрт И Разговоры чуть тяжелее Когда люди Вокруг тебя Становятся Прям в какой-то момент Супер пьяными А ты нет Эти смол токи Перевращаются в трэш токи Уже какие-то Такой Мне некомфортно Да Я понял О чём ты говоришь Но часто Вот если Я с компанией Своих ребят А у нас вообще Почти все сейчас не пьют То нам комфортно Вместе И я понял Прикол тех трезвенников Которые пьянеют От атмосферы Это реально работает Это прикольно Я И более того Мне клёво Мне весело Я даже Я даже мог уехать С какой-нибудь Прикольной девчонкой Вот с той же Вечеринки Которой ты был И при этом Мне утром Охуенно Во Вот это мне кажется Самая классная штука Когда ты Ты считай Это как награду Вообще Я думаю Как медаль Себе вешаешь Когда ты Уходишь с вечеринки У меня такое редко Правда бывало Когда ты уходишь Такой Ля я иду трезвый Я иду трезвый И завтра Я так же Как и все Живу Потому что Нет ничего хуже Когда ты просыпаешься Такой Все Я проебал Этот день Особенно Это ладно Сейчас еще бывает Такой Я просыпаюсь В два С похмелья Бывает Такой Блядь Пока раскачаюсь И так далее Но день там не теряю Но я помню Блядь Когда еще Когда-то В девятнадцать лет Когда ты выходишь В пол второго дня Наверняка такое Тоже у тебя было Много раз Ты в пол второго дня Выходишь Ты видишь Это солнце светит И больно от него Самое ужасное Знаешь Я увидел Как люди ведут Куда-то детей То есть Они уже там Ведут уже Со школы На обед И ты такой Блядь Там какая-то жизнь Там какая-то жизнь А у меня То есть Эти люди В будущем Я остался там Вот в этом В мезозое Блядь Знаешь Как будто бы Ты там То есть Это вот люди Из будущего Реально Я помню Я выхожу Вот так из бара И они вот так проходят Меня как будто Телепортировали в будущее Они такие там И ты такой Это у вас тут Что за колесницы У вас железные Это лучшее описание Да Да Много раз такое было Вот я помню Ощущение Уже не только пьяных вечеринок А когда было Чуть больше дозволено И ты выходишь Ослепляющее солнце От которого больно Потому что ты только Ты пробыл Сутки в темном помещении Или там Ну всю ночь Все утро А сейчас 12 часов дня На часах Ты выходишь И какая-то жизнь кипит А в тебе все умерло В тебе все умерли У тебя уже яма начала Люди ходят Машины ездят Все звуки Очень 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 утрированные Блядь Оно все как будто Ездит в моей голове Сейчас Я как будто Слышу мысли Каждого И при этом Ничью мысль Толком разобрать Не могу Кошмар И еще самое Наверное в этом Яркого Это когда ты Приходишь домой И тебе надо Знаешь этот момент Когда ты Перед тем как лечь спать Ты вот Пробухавший Всю ночь И все утро Ты решаешь Что неплохо было бы поесть Чтобы завтра Блядь У тебе не было так плохо Игнорируя то Что интоксикация Уже такого уровня Блядь И ты вот это Знаешь когда ты вот это ешь И ты такой И ты такой Господи Вот эти вот обостренные Вкусовые Какие-то ощущения Такое Как это же круто Какой я молодец Что я решил поесть И ты вот это ешь Вот это все вот так По тебе растекается Такое Да в целом И неплохо Но потом Через сутки Ты просыпаешься Вот знаешь Такое ощущение Что ты эту еду не съел А тебя ее Как в помойку положили Она там протухла За время Пока ты спал И ты просыпаешься Как чисто тухлое Помойное ведро И такой Меня нельзя показывать людям Наверное Еще пару недель Пока меня отмоют Понял Ну то есть Вот это все Особенно хуже От этого Когда в твою Вот такую В такое твое утро Врываются люди Из нормальной жизни Которые функционируют Которые такие Эй Я там Помыл машину Заехал тебе Там что-то это Ты такой Господи Уходи Бля Уходи Я хочу Здесь надо быть одному Знаешь что Не можешь Я никогда не понимал Как вот это Поэтому Вот это Обман В этих фильмах Романтизации Знаешь Когда чувак Там Напился Утром Знаешь как Прикольно Где Где это показано Ярко В этом Духлес Духлес Там где он Бухает Нюхает Потом утром Просыпается Пьет какую-то Таблетку В душе Потом раз Он в костюме Сидит на работе Такая полная Хуйня Покажите нормально Где он заказывает Доставку Где он этим Лагманом Замазал Свою Супер Пижаму Красный Доширак Где он Вот это Открыл Вот эту Колбасу Причем Он ее Не открыл Как надо А просто На две Половины Вот так Разъебал Чтобы быстрее Вот эту Сосиску Оттуда И вот Это сидит И смотрит За своего Москва-сити Самое ужасное Это когда После такой Пьянки Тебе куда-то Нужно Когда ты Не можешь Отлежаться Дома И не можешь Выпить пивка С утра Потому что Ты не поешь Туда пьяный Ты быстро Пытаешься Привести себя В порядок Опухший Едешь И просто Ждешь Вечера Ждешь Когда это Все закончится Чтобы снова Присосаться К бухлу Потому что Оно поможет Но при этом Думаешь Ну я Много не буду Я выпью Небольшое количество Которое позволит Мне немножечко Опьянеть Снять головную боль Это состояние Депрессии И ты встречаешься С кем-то С кем вы договариваетесь Что вы не будете Многое пить И вы не замечаете Как вы опять Блять В 4 утра Угашенные Просто Бухлом Снова Просто И вот так Каждый день Бывали периоды Когда так каждый день Происходили Я думаю Что самое высшее Проявление человека Это человек Который научился Контролировать Алкогольную дозировку Знаешь Вот это Вот это наверное Это где-то около Буддийских Вот Высоких рангов Это который такой 0.33 пива И все Вот это вот Ну это практически Невозможно Если человек Ну так делают люди Которые в целом Не пьют То есть они это пиво Такие Да мне это не надо было Но если ты вот Ну Расположен к этому И научился еще Это контролировать То ты точно Где-то рядом С высшими Я пока не знаю Ни одного такого человека Который расположен К алкоголизму Который прошел Через запой И потом научился Немножечко выпивать Все кого я знаю Они вот Ну полностью Отказались от алкоголя Типа Я же тоже пытался А потом понял Что это не работает Я говорил там Старому Прокофьеву Говорю Пацаны Да вы хуй не унесете Типа Я научусь контролировать Потом прихожу Через месяц Говорю Извините Да-да Я же говорю Это надо быть Высшим существом Ты знаешь Как есть какая-то фраза Я не знаю Кто это сказал Но мне она очень нравится Что Человек будет совершенен Только тогда Когда научит Получать Когда научит Получать Удовольствие От собственного Одиночества Ну В полном объеме От самого себя То есть не побыть Пару дней дома Это имеется ввиду А когда ты в отшельничестве Найдешь самоумиротворение То есть И тебе Условно Это наверное Имеется ввиду Что ты Что ты наверное Не будешь зависим От социального одобрения Вот И здесь наверное Утреннюю гармонию Да Какое-то Да Что здесь как будто С бухлом тоже Ты тут действительно Тут нету Нету полутонов Ко всяким таким штукам Приходят как раз Многие бывшие наркоманы И алкоголики Которые там уезжают Сначала на ретрит Потом еще куда-то Я вот Январь-февраль Это тоже крайности Понимаешь Да Сто процентов Сто процентов Я январь-февраль Я очень хочу Вот какое-то Большое путешествие по миру И путешествие внутрь Хочу один побыть Ты хочешь один Типа поехать Да Я вот для себя точно решил Что типа Я вот этого точно не хочу То есть Ну то есть Я для себя понимаю Что одному Мне быть не нужно То есть Есть люди Которые понимают Что мне было бы неплохо Быть так одному То я понимаю Что мне одному Точно не нужно быть То есть Я не хочу То есть Это мне не нужно Но вот именно Получение Вот этого Внутреннего умиротворения Оно же может И в обществе Тоже произойти Да Не Я чувствую Что мне нужно Потому что Я очень зависим От социального мнения Типа Я уже много раз Рассказывал Что там Меня формируют Комментарии иногда Это что за хуйня вообще Поэтому Мне иногда надо Чтобы рядом со мной Никого не было Потому что Как бы Я вот что-то говорю Кто-то говорит Что Ну наверное Это не так И все Я уже думаю так Типа потому что Вот кто-то сказал Ну наверное Он авторитетен Кто-то в третий Сказал Что нет Это вообще хуйня Я такой Да и он прав И он прав в целом А где в этом я Да хуй знает Мне вот хочется Побыть с самим собой Наедине Я вот чувствую Что настал тот момент Когда я Заслужил Когда я готов К этому Ну дай бог тебе Это поможет Тут еще видишь Какой момент То есть видно Что ты как бы То есть все люди Зависит от чужого мнения Но видно Что у тебя Эта история Стоит остро То есть ты как будто бы Ее виднее и сильнее Но на самом деле То есть люди все То есть я тоже завишу То есть не надо Кривить душой здесь Ну все зависят От общественного мнения Вот эти комментарии Как бы кто ни говорил Какого бы полета Не была звезда Ну никому Не похуй на комментарии Ну никому Ну вот типа вот Возможно мы сейчас Еще раз подтвердим Людям которые пишут Гадости Их значимость Но никому Будьте Мне кажется Бля я не знаю Мне кажется Люди сходят Причем Я вот пару раз сталкивался С незначительной Но сталкивался И я боюсь представить Что ощущают люди Когда сталкиваются С реально Кибертравлей Это очень больно Это просто Ну это такое ощущение То есть у тебя Я вот общался У меня есть товарищи Которые сталкивались С этим в полной мере У тебя есть ощущение То есть твой мозг Начинает таким образом работать Что все люди Прямо сейчас Выясняют Где ты находишься Чтобы прийти Как-то на тебя повлиять Показать на тебя пальцем И что-то с этим сделать У меня было такое Несколько раз Я сталкивался С такой штукой И в этот момент Кажется Что вообще Тебя все возненавидели Да Что все твои знакомые Тебя возненавидели Что чувство вины невероятное То есть там даже Были штуки Где меня по приколу Просто начали травить А я очень Я очень Ну близко к сердцу Начал воспринимать То есть моя оболочка горела Ха-ха Да вы дураки Сами, блядь Что-то я пытался там шутить Там и так далее На самоиронию вывозить Но сейчас я Оглядываясь назад Понимаю, что мне было очень больно Я пытался себе врать Что это не больно А это, блядь, больно И это реально Формировало меня Типа И поэтому Ну видишь, ты сам сказал Что твоя оболочка Делала все по-другому Потому что, возможно Твоя психика самозащитилась И вот так тебе То есть Просто если бы ты так не делал А ушел бы вообще В тотальный низ Вот знаешь Когда ты себя Как ты бы ощущал Так бы ты себя и проявлял Это, возможно, было бы еще хуже Это очень хорошо Когда психика умеет Сама сгруппироваться И сама себя защитить Ты это даже можешь не осознавать Подсознание твое так работает Вот когда тебя травят Вот здесь очень важно Ну, блин Это, наверное, мне кажется Ты можешь говорить Я могу тебе сейчас сказать Типа Когда То есть Есть же очень популярная Классная фраза Если тебя оскорбляют в интернете Выйди из интернета Ну, типа, ты такой Блин, да я все понимаю Но когда это касается тебя Ты такой Блин, а вдруг они сейчас Я же не смотрю в интернет А они уже под моим окном С вилами стоят Надо, значит, посмотреть И это кошмар, конечно Люди, ну Когда с этим сталкиваются Я вот Я сильно Сочувствую всем Кто с этим столкнулся Потому что Ну, прикинь Как Ты сильно себя загоняешь Что твой мозг Начинает приходить К ощущению Что, а вдруг я реально Такой Вдруг они правы Да, да Это пиздец Вот это то О чем я говорю Когда говорю Что комментарии тебя формируют Тебе пишут эти вещи Ты понимаешь Но это неправда Это превращается уже В мем Им смешно Мне уже нихуя Я думаю Походу я реально такой Я начинаю спрашивать У своих друзей Пацаны Скажите честно Я реально то Что они говорят Да, Эльдар Ты дурак что ли Блядь, да забей Такой Ну ладно, спасибо Потом сижу думаю А что если пацаны Не хотят мне правду говорить Дурак что ли Все же честны Друг с другом И я сижу просто Накручиваю это себе А люди, которые это делают Возможно просто прикалываются Для них это просто прикол Кто-то самоутверждается Через это Через токсичность Кто-то просто Подхватил этот тренд И идет писать Ты шерстяной ганан Для некоторых Это даже не прикол Не самоутверждение Для некоторых это вообще Вот реально Мне иногда кажется Что для некоторых Это реально харчок Вот знаешь Вот когда ты Вот знаешь Стоит человек Курит сигарету И вот так вот просто Вот для многих Вот твое Вот это вот Негатив В твою сторону По определенной какой-то темы Вот он интернет листает И такой И вот А я стою Ощущение То есть я Что бы ни произошло Я всегда Прихожу к ней Она такая Нет Это полная хуйня И вот я Как-то сформировал В своей голове Что Ну Раз она говорит Значит так и есть Она говорит Это полная хуйня Он долбоеб Допустим Условно Или они там Не правы Я такой Ну все Хорошо Значит типа Мне спокойнее становится И вот рядом с ней Мне спокойнее становится Мне нравится Что социальные сети Внедряют эти штуки Когда там У меня например В тик токе Или в инсте Вот всякие плохие слова Автоматом Я даже не ставил Фильтр Улетают Типа В какой-то Папку В папку Спам Или что-то Да-да Я слышал про такое Потом говорят Что типа Ты наудалял Да-да А оно автоматически Фильтрует Даже по-моему Когда на ютубе Что-то плохое пишешь Он вроде Или на ютубе Где-то В инстаграме Точно В инсте Да Вы уверены Что вы хотите это написать Прикольно Что хотя бы Какие-то есть методы Борьбы с этим Но потому что Бля Буллинг Это страшная вещь Даже когда Ты один на один С кем-то Срешься в комментариях Просто как пользователь Это не прикольно Это вызывает эмоции А какого там Каким-нибудь Не знаю Маленьким девчонкам Которые появились В интернете Делают свои песенки Или видосики И они Начинают булить Страшно А ей ебать 14 лет Ей 14 лет Естественно На нее Это страшнейшим Образом Повлияет Возможно Убьете Человека Типа Ну реально И такие же Случаи Бывали Когда Буллингом Доводили Людей Да 100% Причем Очень многие люди До сих пор Будут уверены Тебе говорить О том Что типа Ой да ладно Чего вы тоже Пиздите Типа в интернете На вас там пару Комментариев Оставили И вы тут Размазали сопли На самом деле Интернет Гораздо Больше Стал И стал Гораздо Больше Чем мы о нем Думали Мы думали Что это способ Самовыражения И способ Коммуникации Способ информации И так далее Но интернет Обернулся Вообще Другой Это жизнь Это жизнь Полная Жизнь Это уже не виртуальный мир Эти миры Соединились Это реальный Настоящий мир Это вообще реально Вот серия Черного зеркала Когда интернет Может наносить Ну мало того Что эмоциональное Увечья Так он еще может Через это Это может в итоге Физические увечья Типа какие-то То есть ты вот Ты можешь реально То есть интернет Через интернет И через комментарий Можно нанести Человеку Вот как раз таки Тот Самый Посттравматический Синдром Когда человек Из-за комментариев В интернете Будет потом Вот так вот Просыпаться Там среди ночи И такой Необязательно Причем Что он плохое Что-то сделал Прикиньте Что интернет Это как Одно из вот Этих изобретений Типа у которого Есть просто Плохая сторона Как и у любого Великого изобретения Которое знаешь Как оружие Могут использовать Вот так и здесь Типа интернет Был создан Чтобы ученых Объединить И как бы Чтобы быстрее Они информацию Друг друг другу Передавали И быстрее шел Технический прогресс А в итоге Вот это используется Для того Чтобы школьницу Травить в интернете Типа такая херня И это может быть Очень больно Настоящему То есть это видишь Хорошая вещь Используется все равно Как оружие И это проконтролировать Как будто никак нельзя Потому что Он в руках У каждого Как будто бы Как будто бы Реально нету Исключительно Хорошей вещи Вообще никакой Никогда То есть у всех Есть такие А у меня еще Знаешь что Самое Почему у меня Не знаю У тебя бывало Такое или нет Из-за того Что я вырос в деревне Всегда Какой-то такой Артистической деятельности Относились Достаточно Со скрипом И я все время Знаешь за чего Переживаю Когда мне говорят Ну что Допи***лся Надо Что Пи***л Пи***л Допи***лся Меня почему-то Это всегда так ранит Ну в плане того Что я такой Что меня всегда Учили в деревне Держи язык За зубами Типа Ну держи Следи за языком Вот всегда говорили За языком следи А моя работа По сути заключается в том Что я такой Тра-та-та-та-та И когда мне говорят Что допи***лся Как будто бы В меня обратно Вот туда флешбетчат И я такой Мне же говорили Следить за языком То есть Меня вот Почему-то это сильно Вот типа Да Вот они Пи***лся И только пи***ть и умеют Вот это знаешь Своим языком То есть как будто бы Сила слова Как бы Она Обесценивается В То есть Такой Вот они просто Языком мелят И нихуя не делают Хотя по сути Сейчас Ты когда говоришь Ты можешь гораздо больше сделать Чем какими-то там Движениями Но вот это вот Почему-то у меня Всегда Вот это Допи***лся А как где-то Просто в комментариях Могут Или что-то Если случилось Например Да Да Какой-то скандал Да Обычно говорят Ну все Вот он Или как говорят Да шути А еще знаешь Обычно про комиков Обычно Что-то случилось С комиком Случилось что-то И пишут Ах ты не шутишь Ты сейчас Шути Сейчас А что-то А что-то А что-то Вот знаешь Когда что-то Вот это Давай Что-то ты такой был смелый Шутил А сейчас не шутишь Вот это Самая тупая хуйня Которая есть на свете Вообще Смешно тебе Тебе Давай теперь мы посмеемся Во-во-во А теперь мы посмеемся Меня закинуло сейчас В школу куда-то Блядь Прократите У меня было пару раз Когда я У меня был твиттер Огромный Типа на тот момент Что-то миллиона два Чек там было Я его удалил Без возможности возврата Просто чтобы Ну На всякий случай Вот это вообще Меня так Я так устал от этого Я так от этого устал Я вообще Вот наверное Сильнее всего На данный момент Я от этого устал Это париться От того что Что-то кому-то не понравится Что-то за что-то Придется отвечать Вот это Я понимаю Что за все надо отвечать Но камон Все что я делаю Ну то есть Я не делаю Каких-то вещей Которые могут Глобально повлиять На что-то То есть Я делаю Шутки Которые можно Всегда Выключить Всегда Их не обязательно Смотреть Но все равно Это все подводится К такому Что Что как будто бы То что ты сказал Это Бесповоротно Изменило историю И за это Надо ответить И я от этого Вообще устал Что ты должен думать Этих обидеть Этих не обидеть А что делать Что писать Что говорить Вообще А нахуя Не то же самое Как вот когда-то Давно было Про знаешь Пиетет перед разными Субкультурами Что типа Перед скинами Этого не говори Перед омарями Этого не говори Только теперь Это открытый интернет Да И они теперь Везде Одновременно Все за тобой Следят Нужно как бы Да У меня была шутка Кстати про Эмма Что Эмма Самые Трушные в итоге Оказались Из всех Субкультур Потому что Они все Хотели умереть И вот Пожалуйста 23 год Ни одного на улице Отведили за базар Получается Один есть Ему 36 лет Да Да И про него Сняли Канал Коллектив Есть И вот Там прям Сняли Маленький Сюжет Этого чувака Мне 36 лет Я Эмма И там Пиздец Я вам клянусь Посмотрите Просто Вот как вы Это себе Представляете Вот так Оно и есть Да Чуваки Все представители Эмма Поп Панк Хип-хопа Все поумирали Лил Пип Экстантасион Джусь Ворлд У которого Тоже Много Было Такого Эмма По трекам Они все умерли Это знаешь Как-то этот Saturday Night Live Очень смешная была На них пародия Где Где этот Пит Дэвидсон Где они Ски Ки Да Ски Да Да Ты никогда Love me Мам Да Такое попадание Блин По сути Потому что Реально Вот я сейчас Концерт Который сейчас У меня вот В Крокусе Будет В ноябре Вот он у меня По сути Весь построен На То есть Мне уже Немного Я переживаю О том Что будут думать Когда это Посмотрят мои родители Потому что Это будет для них Наверное Травматично Но по факту Я не Говорю там В основном О своих родителях Я скорее За год Вот что писал Этот концерт Собрал какой-то Собирательный Образ Вообще Похожих Травм Детских И взрослых И детских И так далее Я там Разговаривал с людьми Спрашивал там У них То что мне нужно было И Я понял Что Ну Типичной ситуации Настолько То есть В некоторых ситуациях Ну Люди говорили Одними словами Как NPC Чувак Да У всех Например Учителей Одни и те же фразы Да хрен с ними С учителями Учителя хотя бы По методичкам Работают Ты прикинь Что твоя мама И моя мама Могли ругать нас Ну не одинаковым Словом А предложениями Одинаковыми Это вообще То есть Это Ну то есть Я когда Я когда это понял И начал разбирать И начал Вот То есть Это не Не мое Там условно Наблюдение Из двух предложений Типа Всем мама говорила Типа там Самый умный Ты или что А там целый Вот Я говорю Вот так Вот так Я общался с разными людьми Они говорят Ну все Я когда проверял На больших количествах людей Вот там у меня есть шутки Где я говорю Вот так вот было И люди такие Ну все они такие Да Есть пример такой фразы Ну есть Но если я скажу Я проспорлю Спойлерю шутку Мы вырежем И перейдем на концерт Еще обязательно А ну если вы это вырежете Да Приходите в Крокус Поэтому 1, 2, 8 ноября Ну там уже почти нету билетов Но вы Ну там есть какие-то Если успеваете Приходите А вы приходите Вам как суперзвездам Кайф Кайф Меня не узнают На фейс-контроле Погнали 1 или 2 1, 2, 8 Я за Это кстати тоже для меня Вообще большое Большая радость И честно скажу От этого мне тревожно Потому что Мы собрали 3 Крокуса За неделю 1, 2 и 8 И это конечно не может Не радовать И одновременно Для меня как для человека Который впадает В панический ужас И типа О господи Тогда на меня Обратят еще больше внимания Ну то есть вот это Но на самом деле Я невероятно счастлив Что такое вообще произошло Что я Что вот Вот такое внимание Я очень рад Что люди В таком количестве Хотят прийти И послушать То что я там Придумал Какая вместимость в Крокусе 6 Круто Вот И в Питере еще мы будем Ну там по-моему Я не помню По 3 по-моему Что ли Какой-то МТС Или что там Про ту цитату Которую ты сказал Про вот эти две цитаты Которые мы вырезали У меня Было и так и так У меня был И первый вариант Когда То что ты говоришь То есть по-настоящему Ты жил в разных семьях Я жил Это просто по-разному Происходило А и подожди Ты жил сначала С дурцлями А потом тебя Позвали А потом Дамблдор Начал подгонять Подгонщики всякие И трогать тебя Вот там Не ну Как же без этого Это главный подарок Не ну вообще Действительно было по-разному То есть И вот второй вариант О котором ты говоришь Он тоже был Я вот четко вспоминаю И даже если он Не ко мне был направлен Я это точно слышал В адрес кого-то Из там друзей Блин Вообще же Я тоже разговаривал С кем-то из ребят Сейчас пытаюсь вспомнить Как Когда это было Но вот Как часто Очень многие же Слышали Это вот как-то Странно хвалили В детстве Типа Да Это ты конечно Хорошо сделал Но вот Тогда Вот как у тети Свети Ты себя Отвратительно Повел Я пришел Я пришел к выводу К тому Что это все Просто поведенческие паттерны Которые Вот это самая большая Мне кажется Основная Основной тезис Что поведенческие паттерны Воспитания Просто Не адаптируются Не адаптировались Под ошибки Совершенные То есть Они передаются Из поколения В поколение То есть Я вообще считаю Что сейчас На нынешнем поколении Очень большая ответственность Потому что Сейчас у тебя есть возможности Если ты Ну зарабатываешь У тебя есть возможность Пока ты воспитываешь своих детей Скорректировать свое воспитание Если ты подумал Что где-то ты ошибаешься У тебя есть такая возможность Прийти к специалистам Тогда такой возможности не было И если уж ты проебался То все Ну то есть Это ты виноват Прикинь Вот мы сейчас так думаем А потом щелкает Вот свои дети появятся Тогда поймешь А я тебе больше скажу Так и будет Поведенческие паттерны Гораздо сильнее Чем ты думаешь Они потому что Несознательные Вот да Как раз хотел Тоже к этому подвязать То что Вот эти всякие ответы Которые мы слышим От родителей И тому подобное Это часто Реакция на Нежелание разбираться С ситуацией И побыстрее Как бы ее закрыть Несознательность Я так и говорю Потому что Это трудно назвать Воспитанием Все что происходило Это не воспитание Это управление Факт Управлять Надо было ребенком управлять Стой здесь Средь там Здесь заткнись И так далее Потому что Тогда он будет выбиваться Из общей системы Или мешать тебе Быть в этой системе Вот я думаю второе Скорее Вот именно про мешание Тебе Ну то есть ты же в любом случае Эгоцентричный человек То есть ты как бы Воспринимаешь мир вокруг Как свою жизнь В которой что-то происходит И ребенок Это часть того Что происходит в твоей жизни И это неплохо На самом деле Я говорю про систему Потому что Так или иначе Твоему ребенку Нужно будет научиться Жить в системе Потому что мы живем В системе Любая жизнь Я не говорю сейчас Про нашу страну Я имею в виду Вообще любая страна Это система Ему нужно научиться Взаимодействовать В этой системе Просто тебе нужно Чтобы он в эту систему Вошел как можно комфортней И как можно лучше Ее осознавал Эту систему А не было у него такого Что типа Я лучше спрашивать не буду Ну его нахуй Я спрашивал в детстве Мне говорили Бли-бли-бли Я лучше Ну тогда вот Система работает Я в системе Потому что Зачастую Нарко Алкозависимость И другие Девиантные поведения Это как раз таки Потому что Человек Получил травму Родители не объяснили Как жить в системе Сам он тоже Не разобрался Интуитивно Потому что зачастую Тебе родители Ничего не объясняют Ты приходишь такой Так я понял Вот с этим надо так Вот с этими можно так Вот здесь я вот так И знаешь Вот когда Ну такие люди Которые везде Смогут выжить Это вот когда Интуитивно Подсознательно Ты смог адаптироваться К системе А люди которые Подсознательно Не смогли И родители Не объяснили Ну это вот Получаются Вот все вот эти Отклонения Алкогольные И так далее Ну И помню как-то В российских газетах Называли Дети индиго Которые не могут Справиться С жизнью в системе Нет Это не дети индиго Это Совокупность Родителей И общества Включая Ебаных Там Взрослых Которые тебе говорили Там Как ты должен себя вести Или вот учителя Которые вот Которые У которых У которых Разница Вообще Учителя У которых То есть Это же откуда У меня была учительница У нас была разница С ней в возрасте Просто Вот мне было 7 Ей было там 60 То есть у нас У нас разница Полвека Ну то есть Этот человек Из другой страны Еще Но не может он Не надо ему Со мной взаимодействовать Это мы из разных Это полвека разницы Ты можешь себе представить Это большая разница У меня даже была шутка Что я говорю Что нужно сделать Эксперментальную школу Где вообще нет учителей Там типа 11 класс Учат 10 10 9 И вот так вот Они все Все друг друга обучают Вот эти вот паттерны Вот это вот все Оно же откуда-то Изначально пошло То есть это Вряд ли был конечно Конкретный какой-то год 1920 Все Теперь мы воспитываем Вот так То есть это скорее всего Я к чему веду Вот эти вот воспитания Вот эти вот паттерны Вы прикиньте Что это как испорченный телефон Длиной в сотни лет Да-да-да И что то Что изначально Как будто Ну во-первых Оно конечно в другом обществе Могло возникнуть полностью Но оно перекочевало досюда Исказившись сотни раз Сто процентов Сотни раз И при этом При всем У всех все равно Одинаковый месседж в голове Просто одинаково испорченный Да Может быть А может быть еще хуже Знаешь Может быть и так А может быть так Что месседж Который вот тогда Родился в те времена Он даже Он не исказился Просто немножечко Деформировался Но по сути Установка Которую давали В древности Дошла вот до нас И тебе говорят Ты заткнись Ты самый умный И так далее И ты такой Блин Ну может это тогда надо было При царе Хотя А прикинь наоборот Такой месседж И закладывался Просто вот мы наконец-то Типа достигли Того что хотели Наши предки Они сейчас посмотрят На это И все Да заебись Так и надо Самое тяжелое Вообще мне кажется Что вот в этом плане Что люди Вот как Когда говорят Что нам нужно Научиться разговаривать Это все подается Как типа Просто научитесь Друг с другом говорить И тут Из этого мне кажется Нужно всегда Исключать слово просто Потому что Люди За всю историю Существования Не научились говорить Люди не умеют Друг с другом говорить И вообще И когда ты находишь Человека К которым ты будешь Там по жизни идти Очень сложно Научиться говорить Я вот со своей женой Вот мы вместе Десять лет Ну мы может Года два последних Только вот Научились Хорошо друг друга Понимать Первые три года Это было вообще Я не знаю Как мы не разошлись Вообще Просто наверное На сильных чувствах Но это было просто То есть мы Просто друг другу Калечили психику Просто методично Типа вот так Знаешь как эти Как мишки Которые бьют На часах Вот так мы Вот три года Вот так вот По нашей психике Долбили Она я Она я И вот так вот Мы жили Пока мы такие Блин Надо Ну надо Что-то с этим делать Вы одновременно Пришли к этому Ну скорее Ну не то чтобы Одновременно Наверное Каждый по-своему Но Тут наверное Я успокоился Это еще Очень много Триггерил я На самом деле Потому что Когда я боролся Условно за место Под солнцем То есть Ну я вообще Никого вокруг Не замечал И естественно Там она зачастую Чувствовала себя Одинокой Просто-напросто То есть она была Мы жили в одной квартире В однокомнатной В Желебино Но она там была По сути одинока Потому что я Выбивался там За место под солнцем И ты никогда Это не оправдаешь Перед человеком Я же хотел Чтобы мы жили лучше Это вообще Ну не оправдание Тебя никто вообще Не просил Вообще Ну то есть Я когда успокоился Ну типа там Более-менее Пришел себя Плюс еще Какие-то догмы Я думал Что догмы Из депутатска Из меня Вылетели Сразу же После того Как я оттуда уехал Некоторые вообще Пару лет назад Только выветрились Знаешь А есть что-то Что осталось До сих пор Ну и надеюсь Нету А если есть То я тебе скажу Это когда они выветрятся Потому что Сейчас-то я за собой Говна-то Навряд ли Ну возможно есть На самом деле Ну там условно Знаешь Какие-то Ну Вот из таких популярных Что я вот Что Когда вот мы только Начали жить Вот Мне уже там было 22-23 года С женой Что я такой Женщина должна Мне готовить Нихуя себе Почему она Не готовит Ну там условно Знаешь То есть Из-за того Что я видел Вот эти паттерны У себя То по сути Я на нее Накладывал роль Матери Прям такая До какого хуя Я не собиралась Быть твоей матерью Я такой Ну я не прошу Тебя быть Моей матерью Но ты делай Как моя мать Пожалуйста Ой-ой-ой-ой Очень срезонировало У меня было так В отношениях Я не осознавал Это трудно Прикинь Ну я же работаю Постоянно А ты дома сидишь Ну тогда готовь Как У меня же Мама готовила Папа работал Так надо Я кстати Тебя люблю Я пошел Да Так кстати Прикинь Это невозможно Осознавать Это нормально Потому что Надо быть Полным И скорее всего Сумасшедшим Человеком Чтоб ты вот так делал И такой Это осознанно Я сейчас То есть Это ты скорее всего Уже психопат Как Джокер Такой Я тебя сейчас Психологически Насилую Осознанно Блять Есть такие люди Есть такие люди Это страшно значит Это страшно Это все равно Что наверное Какие-то Я не знаю Как эти люди Которые Садисты Как садисты Мне рассказывала Девчонка Про своего бывшего парня Который газлайтил Ее таким образом Что записывал На диктофонах Разговоры Блин Вот это я столько раз слышал И чикал их Типа нарезал Так что она Говорит Ты так не говорила Я так не говорила Нет ты говорила Послушай И подставлял Так вот Я думаю Сейчас у газлайтеров Еще есть нейросети Нахуй Прикинь Говоря о том Как использовать По хорошему Или по плохому Сейчас у газлайтеров Есть нейросети Нахуй Это кошмар Это вообще Это вообще Это человеческое отчаяние Самый Самый наверное Такой знаешь Вот Должна быть в твоей психике Мне кажется Знаешь что Самый В твоей психике Есть разные рычаги Типа кнопки Которые нельзя нажимать Которые должны стоять Под стеклом бронированным Вот рычаг отчаяния Он должен быть Самый защищенный Потому что Если Когда ты отчаян Ты можешь Вот реально В отчаянном состоянии Человек способен На всю хуйню Я столько раз слышал От людей Которых столько лет знаю Которые мне говорили Ты знаешь Вот У человека Допустим МРТ было у меня знакомо Ему сказали Что у него Там сосуды Короче Сосудами Какая-то проблема Поэтому там Разного рода Разного рода Какие-то проблемы Со здоровьем Там головные боли И так далее Ну вот И человек долго не мог Вылечиться И говорил Что ты знаешь Вот энергопрактики Мне кажется Вот туда надо Энергопрактики И ты понимаешь Что это Ты сейчас Тебе будет очень трудно Объяснить Потому что он в отчаянии Уже зацепился За эту соломинку Что Есть энергопрактика Какая-то И тебе нужно Тебе Знаешь Как очень сложно Говорить В таких ситуациях Это полная хуйня Потому что Меня мама По целительницам В детстве возила Когда у меня Сахарный диабет Нашли Сначала Была больница Больница Полное отчаяние А потом Целительницы Просто вот Из деревни В Липецкой области Меня везут Блять В другую область Весь день Для того Чтобы мне Почистили диабет Ну Да Что-то Не справились Не получилось Надо было Пятый раз съездить Получилось бы Ну да Отчаяние Причем Знаешь Бывают люди Которые Ужасные вещи В отчаянии творят Чаще всего Это происходит Когда Кто-то От кого-то Уходит В паре И Парень может скатываться Блять Да что У меня такое было Блин У меня такое было Когда парень Может скатываться До угроз Либо фотографий Или что-то еще И через минуту У меня такое было А через 10 минут И такой Извини Я не знаю Что это было Я не понимаю Что это за человек Как это Это отвратительная Ну вот я же говорю Вот эти вот Все состояния Блин да Все эти состояния Это конечно Сейчас же еще Знаешь Как Сейчас психотерапия Действительно Достаточно Модно Ну и как Все модное Естественно Появляются еще Контраргументы На все модное Типа Блять Раздутое Вот это все Раздутое Это все хуйня Это вы напридумывали И рассказывать о своих Каких-то проблемах Которые проработали Это вообще тоже странно Потому что Вот честно говоря Я был бы счастлив Если бы у меня Не было никаких Таких подобных проблем То есть Я не рад их обсуждать Условно Но поскольку они есть И я могу их обсуждать В том числе Посредством творчества Ну почему бы и нет Если это работает Почему бы и нет Поэтому Психотерапия Знаешь чем мне нравится Я там новые вещи В себе открываю Я откапываю реально Какие-то новые Неприкольные вещи Которые есть В моей голове Я прихожу Я такой Да бля Я же вроде пришел Лечиться сюда А не еще больше Травмироваться Но у меня всегда Есть материал С которым я потом работаю В этом плане Мне нравится Психотерапия И вот Взгляд со стороны Какой-то Человек Который Который не предвзят Ко мне Здесь главное Мне кажется Не уходить Вот В абсолютный Знаешь Ну я не знаю Какой-то абсолютный Уже Фанатизм У меня и с графиком С моим не получается Поэтому Все четенько Когда ты понимаешь Когда ты Просто в психотерапевте Уже видишь Вот эту вот Историю Что если я не пойду Мне значит Будет плохо Это тоже уже Я знаешь Что ты думал Что если я пойду К психотерапевту Я не смогу Писать Песни Для меня вот Типа музыка О нет Это ты вообще Это знаешь Эта история Вот я тебе могу Я извини Что перебил Но эта история Я просто слышал От полных ребят В юморе Которые думали Что если они похудеют То они перестанут Быть смешными Это вообще не так Так я думал Что вот Для меня вот песня Это отдушина Это кстати Единственная штука Через которую Я могу чувствовать У меня видимо Какие-то проблемы С идентификацией чувств Как выяснилось И вот песня Это вот самое такое Искренне отдушина Я думал Что я не смогу Писать песни А в итоге оказалось Что я наоборот Там нахожу Материал для песен Нахожу какие-то строчки Прям там придумываю Мне полезно реально Ты короче певец Нефильтрованный Не реально А как ты Ты рэпер Или ты Как можно тебя квалифицировать Артист наверное Ну Не в музыкальном плане Что ты Как эту музыку Это поп Слушай да Больше поп Поп хип-хоп Значит есть рок-поп А хип-хоп-поп Как называется Слушай сейчас Сейчас поп Сейчас хип-хоп-поп Как эти разговаривают Миньоны Просто разную музыку нравится писать Мелодия и сова Не знаю Это все понятно У меня поп-панка сейчас До хуя на следующий год У меня поп есть У меня есть Бумбэп хип-хоп Не знаю Дез метал будет Пока Надо научиться Знаешь Где мне нравятся эти Дез метал Они же все такие Ну вроде как Это такой протест Да Ну вроде как Я просто сейчас Наверное у меня абасурд В комментариях Где люди Которые там разбираются Но дез метал Это всегда Типа такой Протест Против всего И они такие Вообще похуй Они такие За самоидентичность И так далее Но у них Но все их названия Все их групп Блядь Написано этим Блядь шрифтом Ты такой Блядь Ну там Что угодно Напиши Ты такой Это любая Из дез метал Просто любая Вот это Знаешь Да Вот эти Да Да Не Мне еще названия Групп нравятся Особенно Современных Они там все Называются Каким-то словосочетанием Тринадцать карат Три дня дождя О Три дня дождя Недавно смотрел его У Васи Трунова На вписке Мне показалось Он искренний парень Но Но вот именно Демоны Как вы прошу Он поет Там точно есть Мне кажется Он Мне кажется Он добрый парень Искренний Сто процентов Он такой Ну я Я смотрю Он такой Свой чувак Приятный Достаточно Просто Ну проблемный Проблемный Как Многие из нас Как многие из наших друзей Просто у него вот так Это проявляется Да Ну тоже Я надеюсь Разберется Дай бог Чтобы он разобрался Со всеми Своими проблемами Ну подытожим Ты покупал себе Что-то прям Супер дорогое Но тупое Конечно Вообще Постоянно Делать такие ошибки У меня часто возникают Что-то дорогое Но тупое Допустим Ну наверное Вещей много Тупых Одежду Если одежду не считать Да Или считать Ну вот прям Наверное Какая-то вещь Которую ты смотришь Такой Нахуя Ну у меня часто Такое с кроссовками бывает Что я купил Прихожу И такой У меня есть и такого цвета И похожие модели Наху мне надо было Это все А они там Типа дорогие Но с кроссовками Понятно Это такая уже Отклонение Такое уже Которое У меня Очевидное А вот если Прям вот так То Так Давай Блядь Прикиньте Если собирание Кроссовок Это типа Ответвление Фуд-фетишизма Да В общем можно Но мне не нравятся Ноги кстати Я бы вот Я думал об этом Поэтому он хочет Всех обуть Я не хочу Да Скорее Скорее наоборот Я настолько не хочу Сосать ноги Что хочу надеть на них Кроссовки А вот кроссовки Я бы пососал С удовольствием Блин А какая же Тупая вещь Ну Я не знаю Но вот я сейчас Я недавно хотел Купить себе Диджейский пульт Чтобы играть на даче На вечеринках Хотя я не умею Если что Играть на диджейском пульте Но я хотел Научиться Чтобы играть Свою хуйню Круто Мне даже сеттинг нравится Типа Чтобы играть на даче Типа Свои диджейсеты Да Мне один друг Говорит Мы когда с ним Это обсуждали Я говорю Вот хочу пульт купить Чтобы когда там собирались Там ребят На Новый год Друзья Ну типа вставать И играть Прям какую-то хуйню Я даже Придумал себе наряд Какой-то там Ну короче Какой-то типа смешной И что-то мы выбирали И у меня там Друг Который в этом Чуть-чуть разбирается Он такой Не вот этот пульт хуёвый Его не бери Потому что у него Такие пэды Там что-то там Замыкается И так далее Там на полсекунды Идёт задержка Я такой Ну да Говорю На даче Будут все Сильно недовольны Если я куплю себе Вот эту хуйню Где будет задержка Я говорю Вообще Купите мне Сам Ну я хочу Надо прийти в этот магазин Сказать Есть вообще Самая залупа Что в мире диджея Считается Такой за шквар Что прям вообще Они такие Вот тебе диск Это виртуал диджей Да-да-да Вот это вот Не давайте Я хотел научиться диджеять Как раз когда на Бали был Прикольно Я вот думаю Что когда-нибудь Я бы попробовал Просто знаешь Сводить треки Там не знаю Русскую попсу С бразильским фанком Да Но я вот недавно Был на вечеринке В Воронеже Так совпало Что у меня был концерт А Рептилоид Приезжал туда играть Я приходил К нему на вечеринку Блин Вообще круто Мне так понравилось Что он же ушел Из юмора Полностью Я сейчас чисто диджей И он так В этом счастлив Я вообще Я вообще обожаю На такое смотреть Знаешь Когда люди Во-первых Любят то что делают А во-вторых Они верят в это И полностью там Я вообще стоял Там за сценой За ним Пока он играет На этой вечеринке Там полный зал людей Которые танцуют И я вот смотрел Как он это делает Как ему это нравится Я даже больше Наверное от этого Удовольствия получил Что я был буквально Заворожен Как он Вообще он такой Я теперь диджей И ты такой Вау Блин Вот интересно Чего вас подвигло Просто уйти из юмора Ну типа Говорит Надоело Не знаю Ну вот Наверное такое бывает Но я Они же Он в свою очередь То есть Он же Во времена Когда ЧБД только стрельнул Но там С ним тяжело было По улице пройти Вообще Просто гиперпопулярность Ой Еще Учитывая огромную аудиторию ЧБД И сам по себе Формат токсичный Даже Страшно представить Какие разные люди Подходили Прикинь Когда каждый второй К тебе подходит Такой Почему так часто пропадаешь Это же просто Может с ума нахуй вести А люди же так думают Что О Почему так часто пропадаешь И ты такой Ааа И они все Все вот это делают Ты бы согласился Быть ведущим В ЧБД О Сложный вопрос На самом деле Думаю да Думаю да Как минимум Потому что Это было бы интересно Но я был вот У них гостем И был еще На технической вечеринке Вот недавно Просто Которая не снимается Надо было Поразгонять просто Ну в форме Чтобы держались Ребят Тоже прикольно было Вот Ну я думаю Мне вообще на самом деле Там Ну видишь как бы Я еще не получил Тот экспириенс Который получают Многие люди Которые туда приходят И потом такие Блин ЧБД То есть Я все равно Как-то вот Если посмотреть Выпуск со мной Там все На добрых То есть То есть Как бы У меня все гладко Слава богу Прошло То есть Я думаю Что там Олег Майами Допустим Недоволен Наверное Хотя он два раза По-моему был Да Да А ну значит Ему понравилось Ты Богдан Дитамир Второй раз пришел И Ивлеева Тоже второй раз пришла Хотя А как не прийти то Ну да Когда там 30 миллионов Просходов У меня кстати Сегодня попался То ли Рилс То ли Шорс Где Сидит Стас Ярушин И такой Нет ЧБД Это же Как-то хуйня Если меня Пойдут Я никогда Не пойду Кат И мы И там ему Говорят Ну тебе Хуев В маленький Рот Напихаем Да Мне кстати Очень понравился Выпуск Со Стасом Ярушиным Потому что Я уж не знаю Я могу конечно Ошибаться Но я очередной раз Подтвердил Насколько он Ненастоящий То есть Он смеется Он говорит И я вообще Не верю Я такой Да блин Да когда ты Выдешь Может он такой Человек Я с такими Просто не сталкивался Но не знаю Он такой Ребят Давайте просто Просто Посидим Поговорим По душам Просто Ну вот сколько Можно юморить Давайте просто Посиди Вот так Песни попоем Я такой Блядь Да что это Такое Я такой Это какое-то кино Или что это Ну что образ Есть люди которые Я все равно видел Попытку Типа составить Такой образ Об который Трудно шутить Типа знаешь Который трудно высмеивать Чтобы он вот соглашался Со всем вот этим То есть вот это я видел В этом выпуске Ну вот на самом деле Это как раз таки Когда ты пытаешься Сделать такой вид На это и легче всего Накидывать То есть Знаешь что Вот в мире юмора Как только ты включаешь Какую-то Неоправданную Серьезность Тебя съедают Просто Вообще Вот так вот Прям причмокивая Самая Самая филейная часть Это когда ты Выходишь Из прикола И такой А вот здесь я серьезный Вот так Сразу же тебя съедят Конечно Это такая уязвимость Вообще Да Ты буквально Условно Если там переводить Аллегорию То ты буквально Ты дрался вот так А теперь ты открыл Одну часть И тебе естественно Туда начнут бить Потому что ты ее открыл Ну и Ну и это кстати Очень многие Типа там Делают знаешь Когда Типа я вот Вроде как я комик Но вот Как бы здесь Лучше Шутками Ты такой Бля Ну все Это все Тут вообще Ну Угар вообще То есть это Первостепенно Когда ты в юморе Угар это первостепенно Вообще Ну то есть это угар Ты должен угорать Это Когда ты в этом состоянии Все и получается легко Когда ты Делаешь что-то Когда первостепенно У тебя стоит Задача Не Не сделать какой-то угар А сделать что-то серьезное Ну Там уже будет Уже не то Это очень давно Когда только зарождалось Меня звали на ЧБД И Слава богу Я тогда не пошел Потому что я был в депрессии Типа Ну В жуткой депрессии Я находился Я бы Ну Я бы Ну Не вывез А когда Я уже вышел из депрессии Меня перестали туда звать Меня туда уже не звали Я такой Блин Ну я бы сейчас Не знаю Если бы там сидел А я такой Знаешь Чувак Который вот разъебывается С пальца Ну У меня очень легко Ну Это хорошо Я бы просто Высекался Ну Это хорошо Вон я допустим Вон Гуф пришел Просто посмеялся Полтора часа И я такой Блин Ну как круто вообще Ну как круто Я вообще Чего угодно ожидал Но типа Ну я посмотрел на Гуф И я такой Блин Какой крутой тип Он просто Он просто как дед Или как дядька Как пришел Что-то посмеялся Ну типа В этом плане Вот это Кстати Если ты смеешь Вот это пробить Очень сложно Тебя задеть Если ты сам Над этим смеешься Здесь ты вообще Такой Ну Ты как бы защищен А если ты Стараешься еще Такой там А ты Да Многие же пытались Типа Сейчас я приду Типа Я на ЧБД приду Я молчать не буду Ну у Дороха Классно получилось По-моему у Дороха А он по-моему был Там 7 раз Я не знаю Сколько он был Ну 2 раза точно был Но первый раз Когда он пришел Это прям разъем был Это было впечатляюще Это правда То есть тут кажется Что ну невозможно Переть там сколько 5 человек Против тебя одного Это же невозможно У Дороха Классно по-моему Вот то что ты говоришь То что типа Убрал одну руку И тебя начали туда метелить А он обе убрал Это круто Безумие победило Это как прийти на прожарку Типа И такой Что ты сказал Вдари Не смешно Ну вообще То есть вот этот выпуск Гораздо сильнее получился Мне кажется Чем первый С Хасбиком И Богданом Потому что не знаю Вот я Я посмотрел Вообще Мне понравилось Мне почему-то Я не мог Я почему-то умилялся С Гуфа Я не знаю Я не понимаю Почему вот его смех Вот я вот Спиётся Я такой Блин Это как будто дядя Очень мило Да Я такой Блин Ну то есть Ты вообще забываешь Обо всём Что там Что там про него говорят Что он там делает Такой Блин Он просто от души Видно что он от души смеётся Вообще Какая-то да Искренность внутренняя То есть не искренность Когда ты приходишь И говоришь Я хочу быть искренним А когда твоя искренность Ну что же блядь Высокопарная Она идёт из глубин То есть Это Люди чувствуют На подсознательном уровне Ты можешь То есть Они смотрят Экраны И такие Блин Я не могу Знаешь что-то говорят Я не могу объяснить Но что-то вот я В этом вижу Вот это трудно объяснить Ну наверное Это называется ещё шарм Да Какой-то шарм Когда у человека есть Знаешь Вот такое бывает Это вот тоже тяжело объяснить Когда ты смотришь На человека И ты Ну тебе очень тяжело Объяснить Чем он тебя отцепляет А вот именно Манера говорить Вот Но ты потом Пересматриваешь Какие-то видео С его участием Уже другие Потому что Ты такой Блин Как-то он так говорит И мне это нравится Всё У меня был период Когда я открыл Лысо Пашу техника Я очень долго сопротивлялся Я такой Ну это не смешно Ребята Это Это болезненно Это не смешно Вы смеетесь над тем Как человек умирает А потом мне поставили Передачу Где он искал профессии Я такой Ой А я даже не это Я знаешь что Угорал Где он был Где он был На какой-то передаче Я не знал Первый раз Да Где он смотрел Это кто делал Вообще я даже не знаю Но там есть такие Где он такой Что-то Что-то Гуф Он такой Ты сказал Гуф Я не говорил Гуф Он как Гуф как этот Нагорный А да Я не говорил Ты сказал Нет Мы всё сняли Вырежу Смотри Удали Я завтра Сперму уйду сдавать В банку В банку А он говорит В банк Он говорит В банк Или что-то такое Там почти необъяснимое А что сейчас Постоянно же появляется Новый вид юмора Какого-то Что сейчас В России В андеграунде Находится Но должно стрельнуть Даже наверное Я говорю Не про каких-то Конкретных комиков А ну вид юмора Потому что вот В какой-то момент Всё было прожаркой И каждое шоу было Ну как прожарка Даже там Но по хатам Это прожарка хаты Например Что-то такое Но по хатам Это не юмор Наверное Это больше Какой-то лайфстайл Ну всё равно Про там есть шут Не ну это всё-таки Комедийное шоу Оно скорее развлекательное Чем комедийное То есть есть комедийное шоу Есть развлекательное Тут как бы Там с большим уважением Гурама Но это не юмористическое шоу Я думал он сам это знает Что это шоу Развлекательного формата Это типа нормально А юмористические шоу Это наверное Всё-таки Которые основаны Именно на шутках Вот что кстати В нынешнем В современном интернете Большая проблема Это либо стендап Где есть написанные шутки А вот так вот Чтобы прям шоу Скетчевое Много кто пытались делать Но вот люди почему-то Сейчас не испытывают К этому потребности Смотреть что-то прописанное Людям нравится поставить Что-то разговорное На фон И так далее Что-то быстрое Вот причём скетчи Классно заходят В формате коротких роликов Вот как у Янчика например Но всё ещё тяжело Представить полноценное скетч-шоу Да Ну вот условно Да Прикинь Вот Янчик вот снимает Получается свой Вот возьмём его скетч Любой да Который там у него Хорошо залетел И мы вместо того Чтобы Где он надевает полотенце На голову Типа он женщина Вместо этого Мы реально надеваем Наряжаем его девочкой Ну там гримируем Делаем его грим Другим Когда он другим персонажем Снимаем это всё На 9-10 камер И это уже вообще Не так будет работать Да Потеряется шарм Это пиздато работает Да Когда вот он просто Полотенце накинул Типа это вот пиздато Причём Мы разгонялись Пацанами Скетч-шоу Это прикольная Знаешь история Но опять же Вот ты придумываешь Скетч-шоу Выпускаешь его На ютубе например Только для того Чтобы какие-то Конкретные скетчи И персонажи Завирусились уже В коротких видосах Типа Ну раньше прикольно Было когда там Наша Раша Какая-нибудь была Мне кажется Это чуть ли не Последнее Что я смотрел Из скетч-шоу Ну ХБ Наша Раша Да О кстати Вот я вспомнил Ты сейчас сказал И ты смотрел Какие штуки Из депутатского До сих пор Из меня не выветриваются Предвзятость Вот это вот Допустим Тоже я вот Познакомился с Яном Когда ты Когда мы на бале Когда вы приехали В бар Вот предвзятость Тиктокер Типа Я вот Типа я такой Ну всё А потом мы познакомились Я посмотрел Такой пиздатый тип И смешной Типа и парень хороший И вообще Типа И вот таких вот моментов Много до сих пор Я из себя пытаюсь заставать Что я такой А почему я вообще Заведомо Отношусь к человеку Потому что Общество Это даже не я решил Что тиктокеры Что-то плохое Это даже не я Пришёл к этому Это вот Просто фон Интеллектуальных Осознанных Творческих людей Решили что тиктокеры Ну это отстой Да Это даже не я Пришёл к этому Причём тиктокер Это просто про форму Да Это подача контента Вот так вот Там есть как Конечно Куча примеров Когда это просто Красивые люди Открывающие Зачастую Да Да Но из-за этого Ты конечно же приходишь То есть Наверное здесь конечно Дело не в обществе Наверное дело Что в основной массе Тикток Это вот такая хуйня И там появляются Там Смешные ребята И они из-за того Что в тиктоке Попадают Под весь этот шлейф Чуваков Которые просто Открывают рот Под музыку Здесь как бы форма Да Скорее форма Ну У меня нету в тиктоке И Я никогда не снимал А А как же выкладывать Вырезки с выступлений Я этого не делаю Это надо Это охуенно У нас У нас подкаст держится На вырезках Отвечаю Это вы делаете Да У нас есть отдельные люди Которые В том числе Во первых Есть люди Которые сами нарезают И вот так вот Составляют рекламу Беттингов Вот у меня все Вот это А есть люди Которые Когда я увидел Что это работает Мы наняли Отдельного человека Которая Смотрит заранее подкаст Нарезает его На кучу роликов И я захожу В свой тикток Отгружаю Типа 30 роликов Вот мне тоже надо Так делать Потому что я захожу Что в шортсы Что в рилсы Что в тикток И там куча моих видео Все нарезаны Все с букерами Просто вообще Я захожу То есть Я смотрю Захожу в инстаграме Сергей Орлов Фан страница Там все У меня И у него Прямо в описании Реклама сюда Я такой Что это за хуня Я начинаю С одной стороны прикольно Раскачивается твой личный Да С другой стороны Он приберет рекламу И реклама может быть Какая угодно В том числе и вот эти И вот я решил просто Забрать этот трафик себе Это так и так делали Я забрал этот трафик себе У меня там Типа некоторые Рилсы в инсте Там самая популярная Вырезка с подкаста 5,5 миллионов Только в рилсы Это охуеть Как много В тикток захожу На чем-то 20 тысяч просмотров На чем-то 5 миллионов просмотров И я думаю Ну Заебись И люди приходят смотреть Люди приходят смотреть Уже в полном формате Я не знаю Это наше проклятие Или наш дар Но шортсы И рилсы Это как раз таки Сейчас То что Наверное Стоит Во главе Даже по-моему Ютуб писал об этом Что шортсы сейчас Это самая популярная Просматриваемая штука Да я сам на это сел То есть я сижу Я смотрю шортсы Вот у меня там В основном это еда Там всякие Мишленовские повара Потому что это невозможно Оторваться от того Как они это делают Но это да И я сам этим не занимаюсь К сожалению К своему упущению Потому что я Такой Ну это нарезали уже Все Все Это они уже нарезали Меня как будто Это оправдывает И я смотрю Что некоторые каналы Вот у некоторых комиков Знаешь Они сидели В сорока тысячах подписчиков Как только появились шортсы Просто пятьсот тысяч подписчиков За короткое время Только шортсы Бустанули сильно То есть ты смотришь Там сорок минут видео А он его нарезал И как бы люди Начали смотреть Но это знаешь Еще кто Что я В свою очередь К этому пришел Когда вот Эндрю Шульц Еще свое время сказал Что он когда Знаешь такой комик Эндрю Шульц Офигенный тип Смотрю его подкасты У него и подкасты У него Он достаточно популярный комик Как он к этому пришел Вот меня в том числе Он вдохновил Он пытался продать Свой концерт на Нетфликсе И никто у него не покупал Ни на Нетфликс Ни на HBO Нигде они не покупали Его концерты Он взял свой концерт Нарезал на пяти минутки И просто выложил В Ютубе роликами Тогда Шурцов верился Ничего не было И все И у него сразу тур У него везде солдауты Все И он такой Я понял Что мой путь до телевизора Гораздо короче Чем я думал Что попасть тебе в телевизор Не больше не надо попасть тебе в телевизор Нужно попасть тебе в карман Это гораздо ближе Чем твой телевизор Да Попасть в рекомендации К человеку Да Причем знаешь еще По статистике У меня на всех Социальных сетях Больше смотрят люди Которые не подписаны на меня Это везде Это офигенный способ Познакомиться с новой аудиторией Вот И как бы Ну я не знаю Насколько у нас пересекается аудитория Но вряд ли сильно Поэтому Как бы вот такие вот Штуки тоже На самом деле Важно использовать И здесь как бы Вот он стал популярным На вот этой основе Ну на И он еще Ну он кстати Ярился делать Блядь Мне надо Блин Мне нужен человек Нужен человек Конечно Нужен человек Напишите мне Человек Я сейчас на следующий год Пишу себе контент план Я вот начал планировать Раньше никогда не делал Я уже придумал Я уже знаю Что я буду в следующем году делать Какой там короткий контент Что с подкастами делать И так далее И так охуенно Потому что у нас есть Все эти инструменты Бесконечные Которыми Пиздец Как надо пользоваться Для того Чтобы я аудиторию расширять И карман Деньги Больше положить Ну у меня У меня немножко сложнее В этом плане То есть В любом случае Чем бы я не занимался То есть у меня есть По сути Все что у меня есть Это вот Мой материал То который я пишу И выступаю И стендап Он Очень тяжело Отдает То есть за год Я могу выписать Не больше полутора часов Это Не больше То есть за год Чтобы Его можно было выложить То есть концерты Еще возможно Сколько-то там Видео по 20 минут Там одно или два Максимум Вырезки Подкастов На которые ты ходишь Вырезки шоу На которые ты ходишь Я все это Мне все это режут Я все это дублирую Особенно знаешь Когда на какой-нибудь Платформе На другое Это выходит Типа Рутуб Нахуй Ну реально Какой-нибудь там ТНТш В ТНТшное шоу Я сходил Вырезал Выставил к себе Все супер Я себе закрыл Прям Гештальт И собрал дохуя Просмотров Как в случае С рилсом Там с шоу Воли Например То есть Это Ты Прикольно Что тебе не надо Создавать контент Как рилсмейкеры Это делают Которые придумывают Как же в тренде Ты просто как бы Вырезаешь все Где ты принял участие Выкладываешь к себе И все Резюмируя Сегодняшнее Общение Сегодняшний подкаст Значит Еще раз повторюсь Покупайте концерт Пожалуйста По ссылке в описании Сергей Орлов Человек с головой собаки 299 рублей Это гораздо Дешевле Это по сути Одно или два Пива в баре А в Москве Вообще Ни одного Всегда Ассоциация Пачка сигарет Или с пивом Можно всегда Что угодно Сказать Ты такой Да купи подписку На музыку Это же стоит Как пачка сигарет Почему блять Пачка сигарет Ну 299 рублей Это не так дорого Я думаю Я думаю Я надеюсь Что это Потому что 3 доллара Прекратите Это конечно же Недорого 3 доллара Сейчас да Но условно Там каждый Как угодно В общем Приходите Покупайте Плюс еще Кстати Знаешь Пример Покупного контента Почему он лучше К нему Тем более Когда это Такая вещь Как цельный концерт Потому что Ты когда делаешь концерт Ты всегда Хочешь чтобы его Посмотрели от начала И до конца И были люди внимательны И когда человек Купил контент Он к нему Более внимательно Он допустим Его купил Такой Я приду вечером Включу его на телевизоре Допустим И посмотрю А когда это Ютуб Это всегда Ты допустим Ты такой Блин я туда Ты это вложил Это вложил А чувак такой Поел Там что-то еда Невкусная Он такой Переключил Что-то другое Включил Да 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 Добавляет ценности Это здорово Да поэтому Может быть еще и так Сработает Поэтому приходите Покупайте Буду очень рад Напишите комментарий В любых соцсетях О том Понравилось вам или нет Я не знаю Просто там На сайте нету Комментариев Поэтому Можете написать Мне в директ Куда я не знаю Где еще На стене Где-нибудь в вашем городе Напишите В вашем меню Интересно Из-за того что Там платный спрос Тоже больше Ну с точки зрения Что теперь нам сложнее Понравится Я не знаю Но я Понравится так же Как раньше Еще 300 рублей Отбить Я скажу То есть я Сразу скажу Что 2022 год Был тяжелый И поэтому Писалось тоже Достаточно тяжело Но я все равно Старался Мы с кайфом Заценим Да Спасибо Ну и приходите На концерты Живые Которые вот Сейчас уже Вот получается В октябре У меня еще в ноябре Предстоит и московские И питерские концерты Обязательно Обязательно Спасибо большое Что пришел Вам спасибо Очень интересно Я обожаю До конца Понимают Часто Часто Поэтому Огромное тебе Спасибо Да Вам тоже Спасибо Ты тот гость Которого хочется Видеть еще Спасибо Не сутенер Конечно Но Еще раз Зайду Спасибо Спасибо Спасибо